Ребята, хотя многие люди говорят, что вы ищете смерти, есть те, которые чувствуют, что есть реальная возможность того, что вы преуспеете, сказал Ля Юй. Сопляк, а ты как думаешь, спросил Еваншин. Это это. Ля Юй начал заикаться. Ты должен верить в нас и еще больше верить в сумасшедшего Чу, сказал Еваншин. Тогда тогда все в порядке. Я верю в вас, ребята. Я поставлю свои деньги на вас, ребята. Еваншин и Принт Ча лишились дара речи. Они не подозревали, что эта группа непослушных детей играет в азартные игры. Я не собираюсь с тобой спорить. Нас вот-вот депортируют обратно на землю Новолуния. Подожди, пока мы станем независимыми, прежде чем мы вернемся и снова вырвемся в это царство. Шесть месяцев пролетят в мгновение ока, сказал Еваншин. Ля Юй наконец сообразил, что все они вышли и несут вещи. Судя по всему, было похоже, что они собирались уходить. Ох, генерал Му. Ля Юй наконец увидел чрезвычайно почитаемого человека. Этот человек был экспертом номер один в Облачном Царстве, Му Цзуоли. Ля Юй никак не ожидал увидеть здесь его. Он был так взволнован, что не мог ничего сказать. Чуму взглянул на этого сопляка и проигнорировал его странный взгляд. Он сказал Му Цзуоли. Не волнуйся. Хотя я не могу сказать, что у меня есть 100% шанс на успех, я не проиграю так легко. Если ты выберешь войну, то уж точно не победишь армию Облачного Царства. Таким образом, вы должны использовать битву правителей. В царстве третьего ранга есть один царь и два заместителя. Если вам предстоит бросить вызов всем городам третьего ранга Облачного Царства, это будет очень трудная битва. Вам нужно хорошо подготовиться. Му Цзуоли был чрезвычайно серьезен. Чуму кивнул. Он не мог выбрать войну, поэтому он мог выбрать только битву правителей царств. Более того, требования к успеху в попытке обрести независимость были чрезвычайно жесткими. Однако выбора у него не было. Действительно, если бы это было легко, многие территории попытались бы отделиться. Кстати, брат Чу, когда ты столкнулся с Лу Юй Цинь на аукционе, я искренне думал, что ты просто тянешь время. Му Цзуоли вдруг горько рассмеялась. Чуму горько улыбнулся. Неужели дед Му Цзуоли действительно думает, что он из тех, кто любит пустословить? Вскоре после прибытия в Облачное Царство им придется вернуться домой. Хотя они не очень хотели, в конечном счете им придется разобраться с этим вопросом. Более того, разве это не было просто тренировкой? Что касается ситуации с наблюдением, то Лу Юй Цинь оставила ее Сюй Дафину и чиновнику Тан. У Сюй Дафин было дело о бунте в землях Новой Луны, с которым ему придется разобраться. Так что, к счастью, Лу Юй Цинь оставила это дело ему. Конечно, Лу Юй Цинь знала, что отношения Сюй Дафина и Чуму были не так уж плохи, поэтому она вызвала и чиновника Тан, чтобы тот наблюдал за ними. Помимо этого, Лу Юй Цинь также послала еще несколько человек, так как это было огромное дело. Лу Юй Цинь дала своего Бессмертного Облачного Дракона Феникса Сюй Дафину. Хоть ее ученик и сам силен, если люди секты Тьмы вмешаются в это дело, рядом с Сюй Дафином должен быть могущественный питомец. Кроме того, это помешает группе Чуму сбежать, так как у них был Владыка Душа Дьявола. Прекрасно, что это был он. Е Вань Шин, Чуму, Принт Ча и Дядя Бай, все думали, что он был другом, и если бы он не сказал Чуму просить о независимости, возможно, они действительно не смогли бы разрешить ситуацию. Ранг Бессмертного Облачного Дракона Феникса Лу Юй Цинь действительно был довольно высок. Он определенно был сильнее Каменно-Крылого Дракона, и явно не чуть-чуть. Сюй Дафин был не просто лоялен. Он использовал Дракона Феникса, чтобы вернуть всех обратно в землю Новой Луны. От Облачных Врат до Облачного Царства было далеко. Полет днем и ночью все равно потребовал бы нескольких месяцев, чтобы сделать это. Разве это не означало, что они потеряют эти несколько месяцев? Тем не менее, Дракон Феникс был чрезвычайно быстр, примерно в 10 раз быстрее, чем Мертвый Сон и Венциносный Феникс. Им понадобилось меньше полмесяца, чтобы вернуться на землю Новой Луны. Конечно, перед отъездом им нужно было сделать еще кое-что. Надо было вернуть Искателя Дама к виду душ Дьявола. Сила каждого требовала душу Дьявола, поэтому они должны были сделать это. Чиновник Атана убедил Сюй Дафин. Самое главное, что во время экзамена Чуму очень помог ему и спас нескольких участников. Если бы испытуемых убили, он был бы изгнан Божественной Сектой. Пройдя через загадочные миры, все они полетели к месту обитания душ Дьявола. У них не было определенного места, в котором они долго жили. Это может быть лес или ледник. Они не жили в одном месте. Они призраки среди духовных питомцев, которые наслаждались кочевым образом жизни. На этот раз они жили в горах. Чуму увидел там много душ Дьявола разных рангов. Когда Искатель Дама вернулся к своему виду, все души Дьявола были чрезвычайно счастливы. Эти интересные призраки не питали ненависти к людям. Когда они достигли гор, они часто видели маленькие души Дьявола, бегающие вокруг группы Чуму и спускающие струны девичьего смеха. Это было чрезвычайно интересно и приятно. Владыка душа Дьявола клонировала душу принцессы Цзиньжоу, так что она была их королевой. Молодой господин, вы можете переселить души Дьявола в нашу страну Новой Луны. Увидев большую группу душ Дьявола, плавающих вокруг, старый ли вдруг о чем-то подумал. Разве требования к окружающей среде, в которой они живут, не очень строги? Где в стране Новой Луны им будет удобно? Спросил Чуму. Молодой господин, земля Новой Луны не бесплодное место. Главная проблема заключается в том, что она расположена в неудобном месте, будучи окруженным высокоранговыми запретными регионами. Территория запретных регионов земли Новой Луны чрезвычайно обширна, и там определенно найдется место для душ Дьявола. Самое главное, что души Дьявола – это существа призрачного типа, и ресурсы, необходимые им для жизни, отличаются от других типов существ. Как правило, места, которые они обживают в течение длительного времени, превращаются в страну сокровища хорошего фэн-шуй. Молодой господин должен знать, что призракам не нравятся такие места, сказал старый ли. Чуму рассказал принцессе Цзиньжоу о предложении старого ли, позволив ей решить, стоит ли переселять души Дьявола в земли Новой Луны. Честно говоря, это была неплохая идея, потому что территория земли Новой Луны была не так проста, как они думали. В этом мире существовало много независимых пространств и несколько священных регионов, тайны которых до сих пор не раскрыты. Возможно, они смогут найти место обитания для душ Дьявола. У загадочного мира Гуантун не было ресурсов, пригодных для душ Дьявола. Поэтому искатель дома должен был найти новый дом. Если есть новая территория, которая может обеспечить их потребности в подходящем доме, разве это не хорошо? Владыка Душа Дьявола выполнила свое обещание и выбрал несколько императоров своего вида. Муценье, Еваншин и Принт Ча заключили с ними духовные контракты, и даже было сделано исключение для Сюйдафына, который также получил такого питомца. Это надолго осчастливило Сюйдафына. Только чиновник Тан остался горько улыбаться, жадно глядя на них. Души Дьявола не нуждались в сопровождении. Они сами мигрируют на землю новой луны, и когда они прибудут, им просто нужно будет принять их и помочь им найти подходящее место для жизни. Покинув горы, Чуму обратил внимание на предмет Сюань в своих руках. Этот предмет был сверкающим и прозрачным, излучая спектральный синий цвет и излучая щепотку холода. Малыш затаившийся дракон сидел на плечи Чуму. Он наклонил свою толстую голову и с любопытством посмотрел на предмет. Не ешь его. Кто тебе сказал, что ты можешь это есть? Чуму наблюдал, как этот парень обнажил свои милые драконьи зубы в попытке проглотить предмет, и немедленно остановил его. На мордочке малыша дракона застыло непроницаемое выражение. Если не для того, чтобы есть, то для чего? Принцесса, что это такое? Спросил Чуму. Я тоже не знаю. Она говорит, что он даст преимущество для существ спектрального атрибута, сказала принцесса Цзиньжоу. Тогда она может научить меня, как им пользоваться. Спросил Чуму. Разберись сам. Улыбнулась принцесса. Чуму покачал головой. Он никогда раньше не видел предметов Сюань такого типа. Закрыв глаза, Чуму попытался войти в него духовными исследованиями владыки. Вскоре он ощутил, как внутри предмета пульсирует энергия. Она была безмятежна, как вода. Малыш затаившийся дракон, приготовься к приему энергии. Сказал Чуму питомцу мысленным голосом. Малыш широко раскрыл глаза и выглядел так, словно уже приготовился. Чуму быстро попытался вытянуть энергию и влить ее в тело дракона. Питомец радостно открыл свою пасть, чтобы съесть энергию. Однако она неожиданно проникла в него не через горло или кожу. Вместо этого все влилось в драконию жемчужину. Может быть это усиление спектрального дракона? Чуму почувствовал волну счастья. Глава 1323. Сбор душ спектрального дракона, часть 2. Затаившийся дракон был особым случаем среди питомцев Чуму. Его спектральный атрибут среди трех основных мог быть особенно усилен, потому что он обладал двумя душами. Ециньцзы знала, что Чуму хотел усилить дракона. Прежде чем покинуть облачное царство, она собрала множество материалов Сюань, большинство из которых были щедро одарены генералом Му. Когда генерал Му узнал, что Ециньцзы была лекарем Сюань, он был сильно потрясен. Даже в генеральской резиденции Му было не так много таких людей. Генерал Му знал, что если лекарю Сюань дать достаточно ресурсов и ее сила будет расти, то в будущем она станет производителем высокоранговых владык. Возможно, в будущем ему придется просить ее изготовить предметы Сюань. Поэтому генерал Му вовсе не скупился и давал Му Циньи различные материалы Сюань от первого до третьего ранга. Следующие шесть месяцев, вероятно, были достаточным временем для Ециньцзы, чтобы создать их. Сама Ециньцзы прикинула, что сможет войти в ранг духовного владыки, используя свою душу дьявола. Как только она достигнет нового ранга, сразу может создавать предметы более высокого ранга. Для нее, возможно, не будет проблемой даже предметы, способные создать владык низкого класса. Она была уверена в себе. Более того, пока не произойдет ничего неожиданного, она, вероятно, сможет создать предметы Сюань низкого владыки для основных атрибутов жук и зверь малыша дракона. С оставшимися материалами она затем могла бы помочь другим увеличить их силу. Имея дело с предметами Сюань атрибута жук и зверь, Чуму мог просто сосредоточиться на повышении души небесного голубого затаившегося дракона до владыки низкого класса. Что же касается ранга спектрального дракона, то он по своей сути мог быть усилен поглощением душ через сражение. Конечно, если бы он мог использовать предмет Сюань, чтобы непосредственно усилить спектрального дракона, это будет еще лучше. Чуму, что ты делаешь? Ты занимаешься самосовершенствованием, но разве ты только что не прорвался? Е Ваньшин взглянул на Чуму, который только что закрыл глаза и заговорил в замешательстве. Е Ваньшин был довольно ревнив к этому прорыву, так как Чуму не нуждался ни в каком предмете Сюань, чтобы прорваться в ранг духовного владыки. Это было просто невыносимо для небес. Е Ваньшин изначально думал, что сможет воспользоваться этой возможностью, чтобы взять на себя инициативу в плане духовных исследований над Чуму. Он усиливает спектрального дракона. Не беспокойте его сейчас, тихо сказала призрачная Цзиньжоу. А о, Е Ваньшин кивнул. Все остальные посмотрели на Чуму. Усиление не займет много времени, поэтому им было очень любопытно, сможет ли Чуму успешно продвинуть своего питомца в ранге. Энергия спектрального типа была едва различима, и она могла легко ускользнуть, когда ее направляешь. Это было очень похоже на свойство призрака. Чуму продолжал чувствовать, как энергия ускользает, вытягивая ее. Тем не менее, спектральный дракон, казалось, ел до отвала, поскольку он постоянно продолжал глотать уникальную спектральную энергию. На этот раз время усиления было немного долгим. Чуму чувствовал, что спектральная энергия бесконечна и что огромное количество энергии ускользает. Наконец, Чуму не смог устоять перед любопытством и отделил часть своего разума, чтобы проследить за ускользающей энергией. Он хотел посмотреть, куда она течет. Значит, все собирается там. Чуму быстро нашел место, где собиралось большое количество ускользающей энергии. Эта спектральная энергия входила в мир мертвых спектрального дракона, где малыш-дракон собирал свои мертвые души. Чуму была задача над тем, эта энергия должна была быть чистой спектральной энергией. Тем не менее, она собиралась там, где малыш-дракон хранил свои мертвые души. Ранг спектрального дракона требовал мертвых душ, чтобы увеличить его силу. Однако проблема заключалась в том, что мертвые души не переваривались. Только после того, как мертвые души были переварены, они могли стать силой спектрального дракона. После молчаливого наблюдения в течение некоторого времени Чуму обнаружил, что собранная энергия таинственным образом превратилась в призрачную голубую жемчужину. Эта жемчужина парила высоко в мире мертвых спектрального дракона. Все непереваренные низкоранговые мертвые души в теле дракона вливались в нее. Сразу же после этого осколки спектральной энергии, как кровь в сосуде с жемчужиной в качестве сердца, начали распространяться по телу питомца, вливаясь в различные места его души. Мертвые души, трансформирующиеся в энергию, которая вошла в тело дракона, были вполне нормальной сценой. Однако Чуму не понимал, почему они были поглощены спектральной жемчужиной перед тем, как распространиться. Может быть, поглощенная и очищенная жемчужиной, спектральная энергия становится более чистой? Чуму подумал об этом и сразу же стал уделять этому больше внимания. Когда он тренировался в горе Вань, малыш дракон собрал множество мертвых душ, в сумме набрав энергию примерно трех низких владык. В нормальных обстоятельствах три владыки низкого класса смогли бы поднять ранг спектрального дракона только на 30%. Согласно этому стандарту, Чуму начал вычислять. Когда все мертвые души были очищены призрачной жемчужиной, энергия начала течь через его тело. Как и ожидалось, Чуму взволнованно обнаружил, что энергия мертвых душ, которая должна была только поднять ранг спектрального дракона на 30%, на самом деле подняла его на 60%. Это было вдвое больше. Это открытие ошеломило Чуму. Это было равносильно удвоению скорости повышения ранга спектрального дракона. Учитывая, что спектральный дракон не нуждался в предметах Сюя, не развивался за счет боев, удвоение скорости невероятно повышает темп его развития. Поскольку спектральный дракон мог самостоятельно усиливать себя, Чуму может чаще сражаться с ним и собирать еще больше мертвых душ. Это позволит рангу спектрального дракона первым достичь ранга владыки среднего класса. Таким образом, если он просто использует свою силу спектрального типа, он будет в состоянии бороться с владыкой среднего класса. О, кажется, она еще не закончилась. Пока молодой человек радовался, он внезапно обнаружил, что направление энергии до сих пор меняется. После того, как она была очищена и просочилась в душу спектрального дракона, ее разделилось на другой поток, который вливался в главную душу малыша дракона. Как только главная душа питомца получила ее, его тело тоже начало меняться. Атрибуты жук и зверь дракона также начали усиливаться. Когда энергия спектрального атрибута была очищена спектральной жемчужиной, она трансформировалась в энергию типа жук и зверь, которая вливалась в главную душу дракона. Разве-разве это не свойство преобразования энергии? Избыточная энергия спектрального атрибута будет преобразована в энергию двух других атрибутов малыша-дракона. С этим открытием Чуму мгновенно впал в состояние экстаза. Чтобы убедиться, что энергия действительно может быть преобразована, Чуму заглянул своими духовными исследованиями в главную душу малыша-затаившегося дракона. Как и ожидалось, главная душа одновременно укреплялась душой спектрального дракона. Удвоенное количество спектральной энергии, в которую превращались мертвые души, уже делало Чуму чрезвычайно счастливым. Он никогда не ожидал, что спектральная жемчужина также сможет заставить спектральную энергию трансформироваться в два других атрибута души дракона. Это позволит всем типам силы его питомца подняться в ранги вместе. Чуму готов был сойти с ума. По-настоящему сойти с ума. С помощью призрачной жемчужины будущий ранг малыша-дракона может быть увеличен исключительно за счет поглощения мертвых душ. Ему не нужны были никакие предметы сюань. Более того, чем больше душ будет поглощено, тем выше будет его ранг и тем больше будет расти питомец. Все, что ему нужно было делать, это постоянно сражаться, и увеличение силы будет безграничным. Молодой господин, это божественная техника затаившегося дракона. Старый ли вдруг вскрикнул. Старый ли был советником Чуму, поэтому он часто советовался с ним во время усилений. Не надо мне этого говорить. Очевидно же, что я и сам это понял. Сказал Чуму. Возьмем, к примеру, Джанье, если бы у него не было храброго сердца, его многократное восстановление утраченных конечностей не имело бы никакого смысла. Храброе сердце было совершенной техникой Джанье, которую он использовал, чтобы развиться из брошенного всеми командира во владыку. И у малыша дракона все точно так же, поглощение души преобразование энергии, объединенные вместе, создали идеальный эффект. Я чувствую, что это в определенной степени вызвано тем, что вы достигли ранга духовного владыки. Вы же помните, что я говорил. Как только вы станете духовным владыкой, некоторые из ваших питомцев могут постичь новую технику. Малыш-затаившийся дракон, вероятно, один из этих питомцев. Вдобавок к уникальному контролю своей призрачной жемчужины, ему удалось создать настоящий шедевр. Я всегда говорил, что если бы небесный голубой затаившийся дракон обладал спектральным атрибутом, он был бы самым совершенным существом в этом мире. И прямо сейчас этот питомец действительно совершенен, сказал Старый Ли. Думая о том, что сила малыша дракона может постоянно расти, у Чуму возникло желание прямо сейчас бросить его в запретном регионе со свирепыми дикими питомцами. Это позволит ему поглотить как можно больше мертвых душ. Тогда он будет в состоянии прорваться к среднему или даже высокому классу владык. Чуму думал о том, как он должен распределить свое время в ближайшие пять месяцев, чтобы наиболее эффективно увеличить силу своих питомцев. Но сейчас ему больше не нужно было об этом думать. В следующие почти полгода ему нужно было заставить малыша затаившегося дракона безумно сражаться и поглощать все мертвые души. Благодаря этому его сила будет безгранично увеличиваться. Различные священные и запретные регионы, которые окружали их, были населены сильными питомцами. Это было слишком идеально для обучения малыша затаившегося дракона. Через некоторое время Чуму наконец удалось подавить волнение в своем сердце. Сделав глубокий вдох, Чуму действительно никогда не ожидал, что помощь душам дьявола в этот раз принесет ему такую огромную пользу. Открыв глаза, он неосознанно посмотрел на принцессу Цзиньжоу. Принцесса Цзиньжоу случайно посмотрела на него. Ее ясные и чистые глаза вспыхнули смущением и любопытством. Они были так прекрасны, что могли свести кого-нибудь с ума. Остальные обнаружили, что Чуму проснулся и повернулся, чтобы посмотреть на нее. В этот раз период усиления Чуму был немного долгим. Обычно более длительный период времени означал неудачу или приятный сюрприз. Как все прошло? Первой спросила принцесса Цзиньжоу. Малыш дракон стал владыкой низкого класса. Не так уж и плохо, сказал Чуму. Только эта принцесса Цзиньжоу была явно немного разочарована, потому что знала, что спектральная жемчужина на самом деле была чрезвычайно ценным предметом спектрального сюань. Если бы Чуму не спас вид души дьявола, их лидер не отдала бы ему это сокровище так легко. Это уже очень хорошо. Ненормальный дракон Чуму от природы обладает тремя основными атрибутами. Его сила и так была выше, чем у владык низкого класса, хотя он был псевдовладыкой. А сейчас, как только душа дракона достигнет ранга владыка низкого класса, он будет даже сильнее, чем другие питомцы этого класса, сказал принц Ча. Все остальные одобрительно закивали головами. Существ с множеством атрибутов было трудно вырастить на ранних стадиях, но на более поздних стадиях они были чрезвычайно тираническими. Сам Чуму даже не успел продолжить говорить, как остальные начали переговариваться между собой. Поколебавшись, Чуму в конце концов решил, что пока следует держать это в секрете. В течение шести месяцев он воспользуется этим, чтобы безумно поднять силу дракона, и преподнесет всем огромный сюрприз в борьбе за независимость. И когда я покажу его, это, вероятно, будет иметь еще более шокирующий эффект. А, сказал себе Чуму, уголки его рта приподнялись в глубокой загадочной улыбке, которую другие не заметили. Времени, вероятно, было достаточно. Когда сила малыша дракона возрастет, Лисюй, пограничные командующие и правители царств на себе испытают этот бесценный опыт. Глава 1324. Непрошенные гости из Облачного царства. Город Ваньсин, три дворца в конференц-зале Любинлань хмурила брови и выглядела обеспокоенной. В последнее время многие люди из Облачного царства пришли в царство Ваньсин. Эти люди не следовали никаким правилам, безрассудно воруя ресурсы, словно толпа бандитов. Любинлань уже убила группу захватчиков, но появились еще более сильные люди, которые говорили, что хотят найти справедливость, иначе они вызовут хаос во всех городах. Она не могла разорваться, поэтому ей оставалось только вызвать этих бандитов в город Ваньсин, чтобы посмотреть, какие условия они выдвинут. По словам Старого Ханя, в Восточном Диком Лесу был какой-то хаос, из-за которого его ранг сильно снизился. Это означало, что людям из внешнего мира было гораздо легче войти на землю новой луны. Любинлань беспокоилась, что придут и другие, поэтому она не сделала ничего радикального. Священное Царство Лунных Приливов Великая Долина Расколотого жала неспокойно, а Восточное Запретное Царство постоянно подвергается атакам незваных гостей. Старейшина Лю в таком же беспокойстве схватился за бороду. Давай выйдем за город и посмотрим. Любинлань знала, что люди внешнего царства уже находятся под городом Ваньсин. Они были умны и не осмеливались безрассудно входить в город. Любинлань не хотела конфликта и решила выйти. Она хотела посмотреть, какие у них есть предложения. Если они были слишком неразумными, Любинлань не хотела тратить на них слишком много времени. Эй, эта же женщина, правитель царства, раздался дразнящий голос. За городскими воротами собралось человек 80. Все эти 80 человек были людьми, которые недавно вошли на землю новой луны из Облачного Царства. Там они были очень законопослушными авантюристами и дрессировщиками. Однако, достигнув этого запечатанного царства Ваньсин с большим трудом, они почувствовали себя новыми королями, как будто они вошли в царство, которым они владели, и позволяли себе делать все, что им заблагорассудится. И не только это, она еще и великолепная красотка. Это сказал вице-лидер 80 авантюристов. У этого вице-лидера была маленькая голова и фигура. Он походил на крысу. Когда его маленькие глазки увидели, как Лю Бенлань вылетела в окружении священной стражи, его глаза широко раскрылись. 80 искателей приключений были в основном мужчинами. Среди них были некоторые эксперты, но у них также было много плохих людей. Увидев, что Лю Бенлань вышла, многие люди начали смеяться, по-видимому, не принимая всерьез женщину-правителя этой земли новой луны. Однако вскоре после того, как они засмеялись, когда весь город внезапно ожил рядами огромной армии трех дворцов, они подавились смехом. На восточной стороне равнины принт Ча стоял на голове бессмертного облачного дракона Феникса, наблюдая за городом Ваньсин издалека. Этот парень не мог больше ждать. По словам Е. Ваньшина, этот парень не так уж много раз выходил из дома и тосковал по нему. Хей, смотри, они вышли, чтобы приветствовать нас, внезапно закричал принт Ча. «Невозможно, откуда они могли знать, что мы вернулись», — сказал Чуму. «Смотри, у городской стены собралось несколько десятков тысяч человек, а в небе — армия бессмертных птиц. Я даже вижу верховную», — сказал принт Ча. После этих слов все тоже посмотрели на город духовными исследованиями. Действительно, все городские стены были забиты людьми в полной броне. Воздух также был наполнен элитной армией, самой заметной из которых была армия бессмертных птиц с белыми облачными перьями. Они были похожи на раскинувшееся огромное облако. Впереди была потрясающая холодная красотка, великолепная, но благородная. Чуму увидел Лю Бен Ланя и втайне смутился. Была ли это легендарная связь между матерью и сыном? Как еще она могла узнать, что он вернулся, и даже вывела такую большую армию, чтобы приветствовать их? Вы, ребята, должно быть все слепые. Е Цинь Цзы потеряла дар речи. По крайней мере, из того, что она могла видеть, казалось, что они готовились к битве, там и не пахло приветственной церемонией. Лю Бен Лань начинала злиться. Эти незваные гости действительно высокомерны. Если она не преподаст им урок, они могут действительно подумать, что земля новой луны – это слабое место, которое любой может прийти или унижать. Лю Бен Лань уже собиралась атаковать, когда вдруг почувствовала, что необычайно мощная аура приближается прямо к городу Ваньсин. Она поднял глаза и увидел, как воздушная полоса прорезала облака и быстро появилась перед ними. Кроме Лю Бен Лань, почти 10 тысяч присутствующих даже не заметили появления этого питомца. Только когда он внезапно остановился и появился перед армией облачных бессмертных птиц, они поняли, что рядом с ними находится мощный питомец крылатого типа. Это сердце Лю Бен Лань сжались еще сильнее. Судя по этой скорости, она могла сказать, что этот питомец был далеко за пределами ее силы. Неужели это тоже чужак из облачного царства? Лю Бен Лань быстро обнаружил, что некоторые люди на окутанном облаком питомцы кажутся ей знакомыми. Чуму? Хотя ее зрение было затуманено, Лю Бен Лань все же заметила эту невероятно знакомую фигуру. Чуму спрыгнул с дракона Феникса и пошел по небу, ярко улыбаясь. Это я, мама. Увидев улыбку Чуму, Лю Бен Лань облегченно вздохнула и тепло улыбнулась в ответ. Как вы все так быстро вернулись? Лю Бен Лань увидела Чуму и проигнорировала всех остальных, включая 80 незваных гостей за пределами города. И это долгая история. Почему город на взводе? Что случилось? Чуму сменил тему. На самом деле Чуму действительно не был готов упомянуть, что он был в основном депортирован людьми божественной секты. В последнее время сюда приходило много незваных гостей. Это группа людей, незваные гости, которые хотят что-то выторговать у нас, сказала Лю Бен Лань. Какая сделка, просто убей их, сказал Чуму. Лю Бен Лань пристально посмотрела на него, ожидая кровожадных слов. Чуму взглянул на 80 незваных гостей. На самом деле, он действительно не мог оставить их без внимания. Чиновник Тан, разве вы не сказали, что в течение шести месяцев на моей территории не должно быть посторонних, сказал Чуму. Это с этими людьми ты можешь делать все, что захочешь. Мы уже отдали приказ, запрещающий кому бы то ни было проходить через восточный дикий лес. Вероятно, они намеренно отправлялись в неуправляемые места, чтобы сеять хаос. Ни один из них не является хорошим человеком, прямо сказал чиновник Тан. Хорошо, Чуму кивнул. Сейчас малышу затаившемуся дракону больше всего нужны были души. Все эти незваные гости обладали приличной силой и могли быть съедены им. Они могли бы помочь его душе быстро войти в ранг владыки низкого класса. Давайте оставим это малышу дракону, а нам пока стоит вернуться, есть кое-что, о чем нужно поговорить, сказал Чуму. Закончив говорить, он подал знак всем вернуться во дворец. У городских стен крысоподобный вице-лидер все еще не понимал, что люди божественной секты находятся в небе. Они уже вызвали своих питомцев и были готовы сражаться. Однако они быстро заметили, как несколько людей, среди которых и красивая правительница, вернулись в город, игнорируя их. Это возмутительно. Они даже не собираются обсуждать это с нами. Сердито завопил вице-лидер. Зачем разговоры? В любом случае, мы хотели сначала немного убить, чтобы дать им знать о нашей силе. Тогда диалог пойдет гораздо лучше. Другой авантюрист рассмеялся и с презрением посмотрел на стражников на стенах. Они пытаются поглотить нас силой армии. Это место будет залито кровью. Армия не настолько сильна. Армия под городом быстро окружила 80 человек. Воздух был точно так же покрыт бесчисленными крыльями и перьями, которые закрывали солнце. Однако авантюристы были сбиты с толку, потому что армии только окружали их, но, казалось, никогда не нападали. Внезапно толстые городские ворота распахнулись. Затаившийся дракон, светящийся призрачной синевой, мощно шагнул к ним. Питомец нетерпеливо готовился с озорной улыбкой, которая мерцала под солнечным светом. Дракон широко раскрыл пасть и поднял бурю песка, которая полетела в лица незваных гостей. Все незваные гости мгновенно побледнели. По силе его драконьего дыхания можно было сказать, что этот дракон был близок к рангу владыки среднего класса. С их точки зрения, царству третьего ранга было бы трудно иметь даже владыку низкого класса. Кто бы мог подумать, что появится дракон ранга владыки почти среднего класса? Увидев его, чужаки наконец поняли, почему армии только окружают их, но не нападают. Этого дракона, вероятно, было достаточно, чтобы справиться со всеми ними вместе взятыми. Эти-эти ублюдки лгали нам, с какого черта это царство имеет третий ранг? Первым закричал вице-лидер. Как бы царство третьего ранга могло иметь владыку почти среднего класса? Теперь же лица этих незваных гостей были невероятно почерневшими. Они быстро поняли кое-что более важное. Армия, окружавшая их, означала, что они не смогут убежать. Конечно, они не знали, что этот дракон пришел за их душами. Они не просто умрут, их души будут поглощены. Крики эхом разнеслись по городу, но Чуму даже не потрудился обернуться. Он повел Суидафына и чиновника Тан в Третий дворец. Вернувшись, Лю Бенлань наконец поняла, почему они вернулись так скоро, и мрачно посмотрела на Чуму. Когда они уходили, Лю Бенлань просила Чуму не выделяться. Прошло совсем немного времени, а он уже причинил столько неприятностей. Территориальная независимость – это не то, что нужно делать в спешке. И все же теперь, всего через шесть месяцев, Чуму, вероятно, придется столкнуться с экспертами со всего облачного царства. Глава 1325 Война Южного Запретного Царства Утром Лю Бенлань велела пригласить Чуму и Ециньцзы на завтрак. Однако пришла только Ециньцзы. Лю Бенлань знала, что у Чуму не было привычки спать, поэтому она вопросительно посмотрела на девушку. Он уехал в Южное Запретное Царство с Белым, сказала Ециньцзы. Этот ребенок, он может отдохнуть за один день, беспомощно сказал Лю Бенлань. Чуму только приехал вчера, и сразу пошел отдыхать после того, как он рассказал о событиях в Облачном Царстве. Вокруг было много земель, куда можно было слетать. Семь священных регионов, земли запустения кошмаров, священное царство дворца духовных питомцев, северный бесплодный мир. Учитывая, что баланс некоторых мест не мог быть нарушен, Чуму решил отправиться в Южное Запретное Царство, глубины которого самые неизведанные. Повелитель кошмаров сказал Чуму, что Южное Запретное Царство было не слишком миролюбивым. Многие империи хотел посягнуть на территорию людей. В реальности, Южная Империя Кошмаров тоже об этом думала, но передумали. В настоящее время эти империи находились в состоянии лунного прилива. Их численность была на пике. Единственное, что они могли сделать, это убить друг друга или расширить свою территорию. Южная Империя Кошмаров сейчас пыталась расширить свою территорию, и Чуму мог пойти ли помочь? Во-первых, он мог бы помочь им полностью захватить Южное Запретное Царство. Во-вторых, он мог бы также помочь землям новой луны преодолеть этот кризис лунного прилива. Но самое главное, что сила малыша дракона будет расти как сумасшедшая. Лунные приливы случаются, когда питомцы начинают плодиться и размножаться как сумасшедшие, и их численность вырастает более чем на треть выше, чем способна выдержать их земля. В мире природы часто встречаются растения, которые распространяют свои семена и пыльцу, когда лунный цикл находится на середине или на конечной стадии. Их аура заставляет многих питомцев размножаться ночью. Через несколько лет неограниченного размножения на территориях оказывается слишком много живых существ, а ресурсы не бесконечны. Из-за слишком высокого числа питомцев единственным выходом остаются вышеуказанные. Правитель Кошмар сказал Чуму, что Южное Запретное Царство огромно. С его империями не способно справиться даже Облачное Царство. Даже если бы Чуму сказал малышке Моссе сотворить видовое бедствие, среди духовных питомцев все равно бы царило сильное перенаселение. Чуму тоже мог себе это представить. Если на Земле Новой Луны уже есть миллиарды и триллионы людей, то сколько же питомцев будет в еще большем Южном Запретном Царстве? Сначала Чуму хотел отправиться в Большое Южное Запретное Царство. Видя, что Чуму окутывает серебро пламени, хозяин этого царства заинтересовался и начал говорить с ним о людях. Это существо оказалось очень сильно. Настолько, что Чуму ощутил, как на его голову обрушилось огромное давление. Узнав, что хозяин хочет помочь его белому кошмару набраться сил, Чуму еще больше уверился, что он определенно не слабее Луи Цинь, если не сильнее. Чуму говорил об Облачном Царстве с этим существом, и он ответил, что если эти люди хотят сражения, то они согласны. Их царство бедно на ресурсы, а население крайне велико. Они жаждали войны, особенно против людей. Южное Запретное Царство сказало, что они очень готовы вмешаться и помочь вести войну на стороне Чуму. Чуму беспомощно улыбнулся. В нескольких коротких фразах Чуму убедился, что этот парень был до смешного силен, а также чрезвычайно агрессивным захватчиком. Чуму сказал, что если они потерпят неудачу, то скажут хозяину Южного Запретного Царства, чтобы он пришел. Однако тогда Чуму подумал, что даже если они добровольно отдадут землю новой луны Облачному Царству, последние не посмеют взять ее и стать соседом такой сумасшедшей империи. Южное Запретное Царство было настолько дружелюбным, что Чуму в ответ был вынужден им помочь. Во-первых, они должны были расширить свою территорию. Хозяин сказал Чуму, что к востоку от них находится империя шестого ранга. Он всегда хотел захватить ее, и сейчас, в лунный прилив, его подданные хотели отправиться туда, но не могли найти хорошего генерала. Чуму пришел как раз вовремя. После непродолжительных обсуждений он назвал Чуму великим генералом армии, которая напала на империю шестого ранга, империю диких дьявольских псов. Помогая хозяину с расширением в течение нескольких месяцев, Чуму должен был оставить белого кошмара с ним для тренировок. Не, белый кошмар, казалось, не хотел. Он не любил белых кошмаров сильнее себя, но в южном запретном царстве их было немало. Это заставляло его чувствовать себя очень неловко, и он даже хотел поглотить несколько кошмаров, чтобы поднять свою силу. Не волнуйся, я приеду за тобой через несколько месяцев. Просто как следует тренируйся, идет. Чуму утешал белого кошмара. Тот мог только беспомощно кивнуть. Парень поведал хозяину южного запретного царства, что это белый кошмар пожирающего типа, поэтому он сказал ему быть осторожным, а то некоторые из его могущественных подчиненных могут быть съедены. Хозяин же был совсем не против, и даже больше, он предупредил белого кошмара Чуму, что вокруг также есть немало королевских белых кошмаров пожирающего типа, так что он тоже должен быть осторожен. В лунный прилив в Империи шесть ранга число питомцев просто невообразимо. Малыш-дракон сможет пожирать души сколько его души угодно. Сюйдафен и чиновник Тан, как члены божественной секты, тоже не бездельничали. Верхом на драконе Фениксе они облетели все земли от царства Ваньсен до царства Тинься. Их потрясло то, что большинство людей даже не знали о существовании Облачного царства, не говоря уже о больших территориях за его пределами. Как надзиратель, после того как чиновник Тан прочитал историю земли Новой Луны, он понял, почему эта земля хотела стать независимой. В ходе расследования выяснилось, что и люди земли Новой Луны и их история выполнили требования независимости. Почти все ясно дали понять, что им не нужен какой-то высший правитель. Чиновник Тан и Сюйдафен также обнаружили, что у этих земель нет очевидного правителя. В основном ими управляла фракция дворцов. Но на деле, в сердцах людей дворцы не были правителями. Они не собирались простых людей налогов, а также были открыты почти для всех дрессировщиков духовных питомцев. Из всех фракций дворец духовных питомцев имел смехотворно низкую планку. Достаточно быть дрессировщиком духовных питомцев, чтобы стать его частью. Чиновник Тан, подобной политики нет ни в одном другом месте, произнес Сюйдафен. В городе Вань Сенсюйдафен уже задавался вопросом, почему мать Чуму, Лю Бен Лань, никогда не называла себя лордом царства. Она даже не была лордом города, но ее называли верховной, и она пользовалась уважением, превосходящим даже власть лордов городов. Похоже, положение фракций дворцов было похоже на божественную секту, выходящую за рамки правящих позиций. Однако одно отличалось от божественной секты. Фракции дворцов крайне разбросаны. Если это город царства, то в нем будет подземный дворец. Они также были ближе к широкой публике, сливаясь с большинством дрессировщиков духовных питомцев и открывая свои ресурсы для всех. Входной барьер божественной секты был очень высок и полностью закрыт. Члены божественной секты не могли вмешаться в мирские дела, не рискуя столкнуться со смертным приговором. Даже члены божественной секты должны были соблюдать очень строгое правило и были бы выгнаны при малейшей оплошности. Я чувствую, что они больше похожи на некоммерческую организацию. Интересно, откуда у них столько ресурсов и денег, чтобы содержать такие огромные дворцы, сказал чиновник Тан. Хе-хе, если бы у нас там была такая фракция, мы смогли бы увидеть больше развития в дрессировщиках духовных питомцев, сказал Суидафын. Организация этих трех дворцов действительно совершенно новый формат. Если бы мы могли распространить ее, это было бы величайшей новостью для многих дрессировщиков в династиях и империях, не имеющих иного выбора. К сожалению, она появилась только в царстве третьего ранга. И с их силой, как только они выйдут за пределы земли Новой Луны, им будет трудно сохранить высоко поднятые головы, сказал чиновник Тан. Что касается формата фракции дворцов земли Новой Луны, то оба члена божественной секты импонировали ему. Подобный открытый стиль организации они никогда прежде не видели. Если мы передадим это госпоже чиновнику Лу, она тоже будет удивлена. Суидафын, я чувствую, что наше расследование можно заканчивать. Мы можем отправить это в качестве отчета, сказал чиновник Тан. Н. Надеюсь, чуму сможет победить. Если они проиграют, такая особая организация, вероятно, исчезнет. Это было бы действительно печально, сказал Суидафын. Чиновник Тан покачала головой. Если они хотят победить, то это будет действительно очень трудно. Пограничные командующие, правители царств, генералы-защитники границ, все эти люди способны поколебать основы облачного царства. Победа над одним из них уже была бы для него большим подвигом, не говоря уже о том, чтобы их ознакомившись со специальной системой фракций, чиновник Тан вернулся в город Ваньсен с рассеянными предубеждениями об этой отдаленной земле. Его уважение к старейшинам и верховным лидерам дворцовой фракции стало еще больше. Верховная, я считаю вашу систему фракции особенной. Она очень хороша для развития в других царствах. Открытость – это стиль, который понравится многим дрессировщикам. В нашей стране многие дрессировщики любят свободу и спокойное развитие, а это значит, что они никогда не смогут привязаться к какой-либо фракции. Тем не менее, ваши дворцы могут предоставить им отличное место. Искренне сказал Суидафин. Давай поговорим об этом после того, как станем независимыми. Сказала Лю Бенлань. О-о, вы правы. Ответил молодой человек. По какой-то причине Суидафин всегда подсознательно думал, что чему может сделать эту землю независимой, но мысли об экспертах облачного царства развеивали эту мысль. После того, как Суидафин ушел, Лю Бенлань еще немного подумала о его словах. Понижение ранга восточного дикого леса означало, что еще больше людей войдет на землю новой луны. Вместо того, чтобы закрываться здесь, почему бы не расширить влияние дворцов во внешний мир? Даже божественной секте нравился их способ организации, а это означало, что многие дрессировщики снаружи могут полюбить три дворца. Золото и ресурсы были двумя вещами, в которых у трех дворцов действительно не было недостатка. После того, как Лю Бенлань достигла ранга владыка, она много раз входила в священные царства и постепенно обнаружила, что они намного больше, чем говорится в любом древнем тексте. Ресурсы в них были безграничны. Люди прошлого просто никогда не были достаточно сильны, чтобы исследовать дальше. С золотом и ресурсами, и способом организации, который нравился людям, почему бы им не расширить дворцы? Лю Бенлань долго думала об этом, прежде чем покачать головой. Это должно было подождать, пока они не станут действительно независимыми. Глава 1326. Резня дракона. Все территории вблизи Облачного Царства слышали о заявлении о территориальной независимости. Неважно, были ли они врагами или союзниками, они все соберутся в Облачном Царстве для начала борьбы за территориальную независимость. Когда Сюйдафен и чиновник Тан отправили свой отчет о расследовании, Лу Юйцинь объявила время для борьбы за независимость. Местом сражения должна была стать Небесная Гора Земли Новой Луны, или, другими словами, там, где проходила граница между Облачным Царством и Царством Ваньсин. До этого оставалось еще около месяца. Горное Царство, Весеннее Царство и Царство Скал, Три Царства Седьмого и Высший Ранга, граничащие с Облачным Царством, все они послали послов, которые собрались на западной стороне земель. Они ждали борьбы за независимость, которая сильно повлияла бы на территориальную политику. Кроме этих трех великих царств, здесь было бесчисленное множество зрителей из Облачного Царства. Люди заполнили западную сторону Облачного Царства, и среди этих людей были огромные армии. Разве не было уже предопределено, что это будет битва правителей царств? Почему появилось так много солдат? Похоже, сюда пришла даже армия крепости Гуантун. На краю деревни все обсуждали независимость Новой Луны. В эту мирную эпоху борьба за независимость привлекла к себе все внимание. Многие люди хотели знать, какими возможностями обладала земля Новой Луны, о которой они редко слышали, что у них хватило мужества сражаться против всего царства. Ты действительно об этом спрашиваешь? Лисюй не хочет терять время. После того, как он выиграет битву правителей царств, он собирается послать свою армию, чтобы занять их земли. Армия, прибывшая сюда заранее, отражает уверенность Лисюй. Прибытие большой армии не означало, что они начнут войну. В присутствии божественной секты маловероятно, что разразится война. Тем не менее, Лисюй внезапно послал армию на западную сторону, потому что он планировал немедленно захватить земли. Все видели его уверенность в победе. Трое против пятерых. На их силу изначально смотрели свысока, а теперь у них еще меньше людей. Как они собираются драться? Несколько молодых парней и девушек начали обсуждать этот вопрос в пабе. Одним из этих молодых людей был Ля Юй. Этот негодник сказал своим друзьям, что знает этих независимых людей. В конечном счете, по мере того, как он продолжал рассказывать об этом, все закончилось тем, что он с группой друзей, вопреки воле семей, отправились на запад облачного царства, чтобы наблюдать за битвой. Вот именно, вот именно. Я поставлю немного денег на это. Хотя прибыль будет немного низкой. Это все же лучше, чем ничего не заработать. Ха-ха, я действительно удивляюсь, какой идиот поставил бы деньги на землю новой луны. Уж лучше будет сразу отдать деньги нам. Засмеялся довольно толстый молодой человек. Ля Юй был очень недоволен, когда услышал это. Он сам поставил большую часть своих сбережений на сторону Чуму. Таким образом, разве этот толстый молодой человек не имел в виду его, когда произносил слово идиот? Ля Юй, ты ведь не ставил на своих друзей, верно? Спросила довольно гордая молодая девушка. Я сделал это. Ля Юй кивнул и посмотрел на нее. Если бы Чуму был здесь, он, несомненно, узнал бы ее, потому что, когда он посещал территориальный суд, его встретила именно эта очень тщеславная девушка. Ты действительно наивен, сказала девушка утонченным и зрелым тоном. Ха-ха, наивный. Ля Юй. Ты действительно очень наивен. Разве в прошлый раз ты не говорил нам, что видел фею? Где фея? Ты тогда сказал, что она ожила. Что это была за болезнь? Я слышал, как люди из Дамасия говорили, что она была мертва. Я сейчас умру от смеха, засмеялся молодой человек из Городовынь. Ля Юй был так зол, что его лицо покраснело. Он сквозь зубы процедил. Вы просто подождите и увидите. Метод боя уже был оглашен божественной сектой. Один лорд и два вице-лорда царства. Сторона, объявившая независимость, могла мобилизовать только трех членов. С другой стороны, облачное царство могло выбрать одного лорда царства третьего ранга из своих и по одному лорду царства четвертого, пятого, шестого и седьмого рангов. Таким образом, будет по одному представителю от каждого из их пяти царств каждого ранга. В общей сложности, пять человек. Ли Сюй также послал несколько экспертов в город Западного царства. Как только настанет подходящий момент, они все полетят на Небесную гору и немедленно сокрушат врага. Что касается стороны города Ваньсин, то там, похоже, не было никакой видимой подготовки. Из трех человек, участвовавших в сражении, в городе была только Любинлань. Ничему, ни бою еще не появились. Более того, никто не знал, куда они оба убежали. Первоначально третьим участником была Муциньи. Однако Любинлань, которая вступила в ранг духовных владык еще раньше, была сильнее. Более того, она по праву была лордом царства, поэтому для участия подходила больше. После того, как Бай Юй помог привести мигрирующие души дьявола в священный регион кошмара, он остался там, чтобы развиваться. Скорее всего, принцесса Цзиньжоу также использовала душу дьявола, чтобы придумать различные методы укрепления своего отца за эти полгода. Когда придет время, Бай Юй, естественно, будет представлять землю новой луны в качестве второго эксперта. Что же касается чуму, который все это затеял, то он все еще был погружен в поход через Южное Запретное Царство. В густой тьме леса бесконечный поток крови тек через ущелье и медленно пропитывал черную грязь. Одинокий призрак испустил ужасающий крик, который эхом прокатился по черным, как смоль небесам и земле. Дьявольский холодный ветер дул по земле, которая погрузилась в ауру смерти. Трупы беспорядочно, практически на каждом шагу, валялись на земле. Она пропитывалась свежей кровью. Это было поразительно и зловеще. Ху-ху-ху-ху-ху-ху, иногда над усеянными трупами территориями проносилось нечто, напоминающее темную и холодную бурю. В темноте гневные, страдальческие, печальные и непокорные мертвые души испускали несравненно жалкие и скорбные крики. Призрачная буря подхватила мертвые души на этом ужасающем поле битвы и быстро смела их всех в одно место. Мертвых душ было бесчисленное множество. Когда их поглощали, казалось, что прозрачное и призрачное синее море льется в бездонную пропасть. Она никогда не насытится. Это место сбора душ не позволяло черной массе диких дьявольских псов, находившейся в сотне километров отсюда, набраться смелости для атаки. На самом деле, собравшуюся там армию питомцев можно было бы описать как покрывающую небо и землю. С первого взгляда невозможно было понять, где находится конец этой огромной армии. Это были ряды длинных и зловещих морд, острые и тонкие когти на передних конечностях и призрачные черные тела, полные дикости. Однако, несмотря на их огромное количество, армия диких псов отказывалась двигаться вперед, особенно когда они увидели, что мертвые души их товарищей были даже поглощены телом дракона. Их боевой дух был настолько низок, что не мог опуститься еще ниже. Лидером армии диких дьявольских собак был владыка среднего класса Король Дикий Дьявольский Пес. Он сражался с этим драконом несколько месяцев назад и отчетливо помнил, что тогда этот питомец не был его противником. Однако после бесчисленных сражений этот питомец внезапно обнаружил, что дракон значительно вырос в силе. В поединке один на один Король Диких Псов больше не был его противником. Еще более ужасным было то, что даже если его многомиллионная армия была вокруг него, она все равно была чрезвычайно напугана, столкнувшись с этим существом. Этим драконом, заставившим всю империю Диких Псов дрожать от страха, был малыш-затаившийся дракон Чуму. За это время он пережил чрезвычайно долгий и жестокий период кровавых сражений. Количество душ, поглощенных им, было в несколько раз больше, чем в прошлом. За последние месяцы каждое существо, которое он лично убивал, становилось мертвой душой, которая трансформировалась в энергию для его тела. Вскоре Чуму стоял на голове маленького скрытого дракона и холодно и демонически смотрел на дикую армию, которая была так напугана, что не осмеливалась выйти вперед. Дикие псы на самом деле были крайне дикими существами, однако теперь они превратились в группу трусливых мышей. Но это было прекрасно. Используя эту возможность, Чуму мог дать малышу дракону немного времени, чтобы залечить свои раны. Его духовный питомец обладал мощными способностями к самоисцелению. Однако даже с этим, в хаосе боя он залечится далеко не так быстро, как хотелось бы. Поэтому Чуму в итоге приставил ему на круглые сутки няньку. С самого начала битвы малыша дракона королева добра и зла Юша не прекращала использовать цветочную броню, цветочный яд, цветочное исцеление, физическое исцеление и различные вспомогательные техники. Энергия и физическая сила владыки требовали определенного количества времени, чтобы восстановиться. Однако с помощью техник восстановления Юша можно было увеличить количество мертвых душ, которые мог поглотить дракон. Действительно, мертвые души должны были исходить от тех, кого он лично убил. Пока малыш дракон был погружен в жестокую бойню, вокруг него концентрировалась злая энергия. Гнев, нежелание, ненависть и боль мертвых душ были ее частью. Таким образом, чем больше малыш дракон убивал, тем больше злой энергии она поглощала. Поэтому, несмотря на последние несколько месяцев, хотя Юша из гордости не сказал ни слова, она получила много преимуществ, и ее сила также должна была возрасти. О-о-о-о, когда он отправился, в малыше затаившемся драконе снова вспыхнуло пламя резни. Поскольку они не осмеливались атаковать его, он просто нападет на них. Крещение кровью за последние несколько месяцев наполнило тело малыша дракона ужасающей злой аурой. Чуму не стал идти за ним, вместо этого он просто наблюдал издалека. Даже если это была многомиллионная армия, что они могли с ним сделать? В конечном счете, они все станут добычей для его питомца, и сделают его сильнее. Я не буду помогать тебе сражаться в битве за независимость, внезапно произнесла Юша ледяным голосом. Прошло много времени с тех пор, как Чуму слышал эту женщину. Даже если бы он использовал дьявольское пламя, чтобы мучить ее, она бы даже не застонала. Голос Юша, честно говоря, было очень приятно слушать, то есть, если не принимать во внимание ее заоблачный, высокомерный и бесстрастно-холодный тон. Ты хочешь поговорить? Чуму поднял бровь и с интересом посмотрел на нее. В последние несколько месяцев Чуму позволял ей большую часть времени оставаться снаружи, чтобы поддержать дракона в бою. Однако тот факт, что эта женщина не могла говорить более 100 дней, означал, что она непомерно упряма. Я не стану помогать тебе в борьбе за независимость. Юша повторила слова, которые она только что сказала. Я не говорил, что позволю тебе участвовать, сказал Чуму. Юша была довольно уникальна. Если бы она превратилась в королеву добра и зла, чтобы помочь ему сражаться, бесчисленное множество людей узнали бы, что у него есть необычный питомец. Это будет нехорошо. Юша немедленно замолчала. Как будто произнесенная одна единственная фраза заставила ее почувствовать боль. Чуму проигнорировал это. Высокомерие этой женщины укоренилось в ней до самых костей. Мучить ее было бесполезно, так что он не мог утруждать себя, тратить на нее внимание. Вместо этого он сосредоточился на битве дракона. Если смотреть с точки зрения спектрального ранга, то поглотив все души этой армии малыш-дракон, скорее всего, сможет продвинуться. Глава 1327. Подготовка к войне. Небесная гора облачных врат. Хозяин Южного запретного царства уже отправил армию кошмаров в империю диких дьявольских псов. Однако большая часть армии занималась простой зачисткой, потому что они обнаружили, что почти все сильные армии империи 6-го ранга были побеждены драконом. Малыш-затаившийся дракон имел ряд массовых атак, особенно после получения спектрального атрибута. Каждая атака мертвых душ из 10 тысяч спектральных ударов содержала мощную энергию, способную сокрушить дух целой армии. В глазах диких псов он был самым страшным убийцей, которого они когда-либо встречали. Трупы снова покрывали полностью уничтоженный широкий участок земли. Она была покрыта удивительными ущельями, образованными драконьями когтями, бездонными пропастями и голыми кратерами. С трупами, усеивающими землю, это было похоже на сцену прямиком из ада. Такова была жестокость войны. Возможно, прямо сейчас бойня такого масштаба происходила еще где-то в мире, но это поле битвы было вызвано исключительно одним питомцем. Это было чрезвычайно страшно. Командующим армией Кошмаров был командир Кошмаров, Первый Белый. Этот Кошмар пережил самую легкую битву в своей жизни, и если все пойдет так, как ожидалось, заслуга в этой битве будет принадлежать ему. Таким образом, хозяин Южного Запретного Царства даст ему огромную награду. Время чуму было ограничено. Он оставил зачистку Первому Белому и его армии, а сам вернулся к хозяину Южного Запретного Региона. Когда он вернулся, хозяин по-прежнему вел себя очень сердечно. Да из чего бы ему не нравился эксперт, который помог ему уничтожить империю шестого ранга. Он надеялся, что чуму сможет остаться еще немного. К сожалению, чуму нужно было вернуться. В этот раз чуму пришел забрать своего белого кошмара. И хозяин этих земель его не разочаровал. За последние несколько месяцев он специально обучал белого кошмара и даже позволил ему пожирать души осужденных сородичей. Это позволило белому кошмару достичь ранга владыка низкого класса. Сам чуму был духовным владыкой, в то время как белый кошмар теперь был низким владыкой. Если бы он превратился в полу-дьявола, его сила, вероятно, была бы намного выше, чем у владыки среднего класса. Хозяин Южного Запретного Царства сказал чуму, что в теле белого кошмара все еще есть несколько душ, которые еще не полностью переварены. Когда они будут полностью переварены, его сила, вероятно, поднимется еще на один или два уровня. Это само по себе приблизит его мощь к среднему владыке. И тогда, после превращения в полу-дьявола, ему будет по силам справиться даже с каменнокрылым драконом Учжиня. Чуму был чрезвычайно доволен скачком в силе белого кошмара за короткие шесть месяцев. После того, как я вернусь, духовные предметы Чжанье, вероятно, будут уже готовы. Возможно, его сила тоже возрастет, на лице чуму появилась улыбка. Когда чуму тренировал малыша дракона, Чжанье и другие его питомцы тоже не прекращали сражаться. Уровень подготовки Чжанье был на низком классе владыки, поэтому ему нужен был только предмет Сюань, чтобы продвинуться в этот ранг. Как только он этого добьется, то Чжанье сможет достигать силы, которой будет даже больше, чем у обычного владыки среднего класса. Все прошлые тренировки, а также шесть месяцев бой незначительно увеличили силу трех его главных питомцев. Теперь для чуму все было совсем по-другому. По дороге домой он не терял времени даром. Молодой человек отозвал своих питомцев в пространство и поехал на Моссе в город Ваньсин. Скорость бега Моссе по земле была чрезвычайно высокой. Единственное, чего ей не хватало, это выносливости. Тем не менее, путешествие между Южным Запретным Царством и Царством Ваньсин не займет много времени. Пока он бежал назад, разум чуму был озабочен зверем грез. Ночь еще не вернулся, и чуму было немного не по себе. Он даже не знал, в какой регион он попал. Он верил в силу воли и талант ночи. Его сила сейчас определенно не была слабой. Город Ваньсин до боя оставалось всего 10 дней. Бай Юй наконец-то закончил свои суровые тренировки и появился в городе Ваньсин. Чуму все еще не вернулся, спросил Бай Юй. Да, но все в порядке. Обычно он приходит вовремя, сказала Е Цинь Цзы. Время пришло. Отправляемся на Небесную Гору, сказала Лю Бин Лань. Борьба за независимость была объявлена ранее, и многие люди из земли Новой Луны начали путешествовать в это место несколько месяцев назад. Они пересекли бесконечный ледяной горный мир и достигли облачных врат Небесной Горы. Многие из жителей земли Новой Луны еще не достигли ранга владыка, так что им действительно понадобилось несколько месяцев, чтобы добраться до места со своей скоростью. Облачные врата Небесной Горы были границей между двумя землями. Жители земли Новой Луны основали участок на западной стороне врат облаков для жителей своей страны. Восточная сторона облачных врат принадлежала народу Облачного Царства. Количество людей, собравшихся там, было в несколько десятков раз больше, чем на стороне Новой Луны. Более того, многие пришли из стран за пределами Облачного Царства. Из этого можно было видеть, что борьба за территориальную независимость была делом огромного масштаба для тех, кто жил в мире за облачными вратами. Честно говоря, я искренне восхищаюсь храбростью вашего царя Чу, сказала Ланья, чьи глаза вспыхнули очаровательным светом. Ланья провела некоторое время в городе Ваньсин. Так как она была экспертом ранга владыка, граждане царства Ваньсин постепенно стали узнавать ее. Способ получения территориальной независимости был рассказан Чуму ею. Однако она никогда не ожидала, что он действительно осмелится подать заявку на территориальную независимость от Облачного Царства. И даже двигаясь к месту грядущего сражения, ей до сих пор было трудно в это поверить. Ланья пришла с другой стороны мира Океана Темного Неба. Хотя она никогда раньше не была в Облачном Царстве, она знала, что Царство Седьмого Ранга контролируется многими экспертами. Если бы она рассказала другим о царе из Царства Третьего Ранга, бросающем вызов экспертам из Царства Седьмого Ранга, она не знала, сколько людей подумали, что это шутка. Возможно, в будущем вы еще услышите о немыслимых подвигах Чуму, рассмеялся Еваншин. Он смотрел прямо в глаза Ланья, в которых читались очаровательные намерения. Ланья очаровательно улыбнулась Еваншину, заставив его мгновенно воспрянуть духом. Однако Шень Юэ, сидевшая рядом с Еваншином, грубо пнула его ногой и сердито посмотрела на него. Еваншин неловко улыбнулся. Он молча жаловался на свою назойливую младшую сестру, которая разоблачила тот факт, что он делал определенные вещи с несколькими благородными молодыми леди в Облачном Царстве. Из-за этого он целый месяц не мог прикоснуться даже к волосу на теле Шень Юэ. Еваншин очень быстро решил сменить тему. Хэм, у меня все еще есть пари со стариком из Облачных Врат. Сначала я собираюсь навестить его. Пойдем вместе, сказали принт Ча и Му Циньи. Пари было очень важным. Если они проиграют, то не только не смогут в будущем выйти и на полфута из земли новой луны, но и должны будут что-то сделать для старика. Тем не менее, если они победят, старик будет присматривать за входом в землю новой луны, или, другими словами, наблюдать за ней. Хотя они не знали, насколько силен этот старик, тот, кто год за годом оставался в этой холодной земле, определенно был необычным человеком. Наличие еще одного эксперта для защиты земли новой луны, естественно, будет хорошим подспорьем. Бай Юэ и Лю Бен Лань остались во временном лагере отдыхать, дожидаясь даты начала сражения за независимость. Что касается Еваншина, то он взял с собой несколько молодых экспертов, которые хотели увидеть мир за пределами Облачных Врат. Это был первый раз для многих людей, приходящих на Небесную Гору. Они не знали о существовании Облачных Врат. Многие из них, прибывших сюда раньше, пытались пройти через Облачные Врата, но в конце концов были остановлены стариком. Шеньмо пришел рано и тренировался в Восточных Диких Лесах. Когда он узнал о борьбе за независимость, он отправился на Небесную Гору. Этот старик очень силен. Из-за одного давления его духовных исследований я не смог даже заклинания произнести. Я был вынужден отступить с испорченным настроением. Тихо сказал Шеньмо. Неужели он был более дружелюбен ко мне? Он вызвал питомца и одним дыханием унес меня обратно в Горы Облачных Врат. Фенлан рассмеялся над собой. Фенлан, Шеньмо, Паньюэ, Сяха и другие боялись Старика Облачных Врат. Они были второй группой экспертов Земли Новой Луны и наиболее вероятными людьми, которые в будущем войдут в ранг Владыка. Однако, когда они добрались до Облачных Врат и увидели, как страшен старик, охранявший их, у них больше не хватило смелости выйти из земли Новой Луны. Правда в том, что снаружи не так уж страшно. Хотя наш видовой ранг не очень высок, но там есть виды даже ниже, чем у нас. Южная сторона, как только мы пройдем Облачные Врата, состоит из людей ранга Слуга. «Царство там даже ниже нашего», — сказал Принт Чаа. «Эээ, этот-этот старик». Внезапно из конца Облачных Врат раздался старческий и ледяной голос. «Разве я не говорил вам, что никому не позволено входить сюда?» Услышав холодный крик, Фенлан, Шеньмо, Паньюэ, Сяха и другие задрожали. Духовные питомцы, на которых они ехали, не выдержали и сделали несколько шагов назад. Еваншин, Принт Чаа и Муцинли не боялись. Они пошли прямо вверх. «Старик, это мы». Еваншин не испытывал никакого уважения к старшему и просто небрежно окликнул его. «О, ребята, время еще не пришло. Зачем вы здесь?» Старик Облачных Врат узнал этого бойкого на язык сопляка, и его тон немного потеплел. «Да мы из-за нашего пари. Ты ведь не собираешься отступить?» Спросил Еваншин. Старик Облачных Врат раздраженно подчеркнул. «Зачем мне отступать?» «Не говорите так, будто вы, ребята, можете победить. Я дал вам пять лет, а вы, ребята, решили так быстро спровоцировать это дело. Чем это отличается от простого поиска смерти?» «Как ты думаешь, это Облачное Царство очень любезно». Когда этот вопрос был поднят, старик Облачных Врат рассердился. Он сделал исключение, чтобы позволить этим пятерым пройти через Облачные Врата, и даже предупредил их с добрыми намерениями говорить о независимости только через пять лет. И все же уже через два года они решили объявить войну Облачному Царству и обрести независимость. Это поколение были слишком невежественны в его словах. Как хотите, группа невежественных и высокомерных людей. Хорошо, что скоро вам покажут, кто такие настоящие эксперты. Это положит конец глупому самомнению. Подумал про себя старик Облачных Врат. Глава 1328. Начало битвы, полудеевал бою. Клан Лисюй уже горел желанием действовать. За пять дней до битвы Лисюй стоял на вершине Небесной Горы и говорил своим подчиненным. Посмотрите на Запад. Они станут страной рабов. Мне не нужно объяснять вам, как обращаться с рабами. Земля Новой Луны сначала не привлекала его внимания. Однако авантюристы, постоянно приходившие к нему с докладами, постоянно говорили, что у земли Новой Луны есть множество скрытых тайн. Три дворца имели священные регионы, бессмертный город, запечатанную башню и другие независимые пространства, которые были очень редки за пределами этого места. На самом деле снаружи было очень мало независимых пространств, но в маленьком царстве третьего ранга их было более десяти. Это означало, что эта территория была не так проста, как они сначала думали. Поэтому, поняв ситуацию, Лисюй еще больше захотел захватить эту землю. Он уже жалел, что не послал людей раньше, упустив огромное количество ресурсов. Впрочем, это не имело значения. После битвы эти люди все равно станут рабами. Тогда земля Новой Луния навсегда станет источником ресурсов Облачного Царства. Если бы в этих независимых пространствах было больше места для раскопок, Облачное Царство вскоре могло бы даже войти в Царство Восьмого Ранга. Как только они достигнут Восьмого Ранга, Облачное Царство, наконец, будет иметь реальное право голоса на всей территории. Лисюй уже планировал дальнейшее развитие событий. Из-за этого он специально использовал силу армии, чтобы расположиться в Западном регионе. Таким образом, в тот момент, когда эта битва закончится, они смогут стать правителями и начать его генеральный план. Не то чтобы он недооценивал силу чуму, но их происхождение было слишком разным. Как великому клану ли вообще могло понадобиться бояться людей из Царства Третьего Ранга? Все равно, что лорду города боятся монаха горной деревушки. Время тянулось медленно. Когда наступил день битвы за независимость, красное солнце медленно поднялось в небо среди облаков, когда Лисюй привел своих экспертов на вершину Небесной Горы. Горы Небесной Горы поднимались вверх, как высокие стены, торжественно возвышаясь над этим белоснежным миром. Первые лучи солнца упали вниз, окрашивая белый ковер в блестящее золото. По мере восхождения на вершину в их души постепенно проникал холод. Даже духовные императоры замерзали в его лапах. Место битвы было заранее определено членами божественной секты. К северу от облачных врат виднелась большая группа холмистых белых гор. Зрители могли наблюдать с главной вершины, в то время как участники будут сражаться в Бесконечных Горах. На Ледяной Горе главный судья в зеленом одеянии Луи Цинь уже молча и одиноко стояла на вершине пика. Она была стройной, но привлекательной, ее холодность очень напоминала соседние Ледяные Горы. Возможно, в сердцах многих экспертов эта ледяная женщина была гораздо более пронзительно холодной, чем все небесные горы вместе взятые. Некоторое время она молча смотрела на ледяной мир. Луи Цинь, казалось, отстранилась от этого мира. Когда она обернулась, то заметила, что участники Земли Новой Луны и Лисюи были в 20 метрах позади нее. Никто не осмеливался подойти и потревожить ее мысли. Она уже привыкла поддерживать такую дистанцию с людьми. Ее взгляд упал на людей Земли Новой Луны. Первым, кто привлек внимание Луи Цинь, был Бай Юй в черном пальто. Она была озадачена. Этот человек казался очень молодым, но его манеры и выражения лица были чересчур зрелыми, если не сказать старыми. Бай Юй только что закончил трудную тренировку, поэтому он не полностью подавил дьявольское пламя внутри себя. Он все еще источал злую ауру. Ты получил овек типа полудьявол? Луи Цинь почувствовала, как внутри Бай Юй разгорается пламя, и спросила. Тип полулюдей было всего лишь названием в Божественной секте. В мире было бесчисленное множество странных вещей. Так называемый иной тип был только термином, относящимся к особым существам, созданным слиянием души человека и питомца. Эти существа иного типа упоминались в книгах Божественной секты, но были не очень широко распространены. Бай Юй кивнул. Не было смысла отрицать это. Он оставил глубокое впечатление о себе в горах душ дьявола и городе Вань. Луи Цинь, вероятно, сможет догадаться, что это был он, несмотря ни на что. Луи Цинь кивнула и больше не спрашивала. Ее взгляд упал на Лю Бен Лань. Она надолго задержалась на ней. Лю Бен Лань была одета в длинную белую мантию. Элегантный мех на халате хорошо украшал ее мягкую фигуру. Зрелая, непринужденная, элегантная, ее холодная, но красивое лицо мгновенно привлекло взгляды многих людей, включая Луи Цинь. Луи Цинь уставилась на Лю Бен Лань по двум причинам. Во-первых, она чувствовала в этой женщине что-то знакомое. Аура была похожа на нее. Женщину, которая была лишена желания и приобрела характер, который приходит с ответственностью властного положения. Конечно, Луи Цинь могла сказать, что она была не полностью лишена желаний. По крайней мере, насколько она могла судить, она уже была матерью. Вторая причина заключалась в глазах этой женщины. Ее глаза сверкали фиолетовым. У всех людей в новой луны были черные зрачки. Это означало, что они были обычным человеческим подвидом. Используя видовые ранги питомцев, это означало, что они были людьми ранга-боец. Что привело Луи Цинь в замешательство, так это то, что верховная трех дворцов земли новой луны была из королевского вида людей. Это было видно по ее глазам, наполненным фиолетовым сиянием, что означало, что ее родословная была самой чистой. Луи Цинь ничего не сказала, но некоторое время наблюдала за ней. Внезапно она заметила кольцо на безымянном пальце Лю Бен Лань. Это кольцо показалось Луи Цинь фамильным. Тебе кто-то подарил это кольцо? Спросила Луи Цинь. Лю Бен Лань посмотрела на кольцо, которое она носила, и удивилась, почему Луи Цинь спросила об этом на пустом месте. В этом кольце не было ничего особенного. Ее ей дал Чу Тинь Ман, когда они еще были вместе. Это был особый нефритовый камень, который позволял ей чувствовать его местоположение. Такой же нефритовый камень был у Чу Муи Е Цинь Цзы. Лю Бен Лань видела это раньше. Однако с некоторых пор ее нефритовый камень перестал работать. Независимо от того, сколько духовных исследований она вливала в него, она больше не могла ощутить присутствие Чу Тинь Мана. Лю Бен Лань носила его не потому, что очень скучала по этому человеку. Она носила его просто для того, чтобы отбить желание у других мужчин, потому что оно означало, что она замужем. Лю Бен Лань не ответила, но она была достаточно умна, чтобы понять, что Лу Ю Цинь спросила об этом только потому, что она уже встречалась с Чу Тинь Маном раньше, так как у него было похожее кольцо. Лу Ю Цинь поняла, что она не хочет отвечать, и не стала продолжать. Вместо этого она посмотрела на всех остальных и сказала. Чуму здесь нет, он уже в пути, сказала Лю Бен Лань. Она велела Е Цинь Цзы подождать в городе Вань Син и прийти с Чуму. Та чувствовала местоположение Чуму, поэтому Лю Бен Лань знала, что он уже в пути. Время уже назначено. Если он не появится, это считается автоматическим отказом. Если вы двое, вице-правители царства, то вам первыми придется принять вызов от лордов облачного царства, сказала Лу Ю Цинь. Кто первым вступит в бой? Лю Бен Лань и Бай Ю и переглянулись, и мужчина заговорил первым. Это буду я. Лю Бен Лань кивнула. В этот момент принц Ча, Е Вань Шин, Тэн Лан и Шинь Мо заговорили. Бай Юй, все зависит от вас. Он шагнул сквозь пространство к бесконечным горам, которые были его полем битвы. Призрачная Цинь Джоу стояла позади Му Цинь, наблюдая, как ее отец выходит вперед, и чувствовала себя не очень хорошо. Эта битва за независимость первоначально могла быть отложена на несколько лет, пока все не станут сильнее. Однако из-за нее им пришлось решать этот вопрос так поспешно. Теперь ее отец Бай Юй собирался сражаться, столкнувшись с экспертами из Облачного Царства, которые были намного сильнее и больше, чем город Вань Син. Видя, как он идет вперед без всяких колебаний, казалось, что все, что связано с ней, заставит его выйти вперед без сомнений и упреков. Пока она смотрела, в ее сердце поднялась боль. За последние 20 лет Цинь Джоу никогда не чувствовала, каково это иметь отца, но в эти годы она спала и как призрак начала проникаться этим. Бай Юй не любил много говорить, но дикость исходила от его костей. Он не сразу стал полудьяволом, он одиноко плыл по ледяным горам, излучая непревзойденное ощущение силы. Это полудьявол? Да, я слышал, что во время борьбы за души дьявола в загадочном мире Гуантун на него напали сразу множество владык, но более половины из них были убиты им. Почему он ничем не отличается от нас, нормальных людей? Облачное и другие царства все начали обсуждать, когда увидели, что Бай Юй поднимается. Полудьяволы были очень редки среди людей. Многие из них пришли только ради того, чтобы узнать силу этих существ. На стороне Земли Новой Луны почти все, кто пришел посмотреть, знали Бай Юй. Многие из них видели его лично. Этот император кошмаров, который был заморожен в течение почти 20 лет, принес два кризиса на Землю Новой Луны. Но и все важные изменения на их территориях были неотделимы от деяний этого человека. Два инцидента с полудьяволом ознаменовали собой смену эпохи. Теперь этот полудьявол Бай Юй, который когда-то вызывал страх у всего мира, больше не был тем человеком, при упоминании которого все бледнели. Вместо этого он постепенно становился вторым самым уважаемым экспертом Новой Луны. Сегодня этот уважаемый, но страшный полудьявол Бай Юй собирался сражаться за независимость Земли Новой Луны. Победит он или проиграет, это решит судьбу Земли Новой Луны на ближайшие несколько тысяч лет, начав новую главу в истории. Независимо от того, будет ли это независимость или порабощение, все зависело от этого императора кошмаров. Глава 1329. Никто не заберет ее душу, даже мрачный жнец. Лорд царства третьего ранга Облачного царства уже летел над заснеженными горами. Среди стихийных птиц было множество с несколькими атрибутами. Рождаясь с двумя главными атрибутами, такой питомец получает большое преимущество с аналогичными рангами. Одиночные типы были самыми распространенными. Не каждый мог легко найти духовный предмет с двойным атрибутом. На самом деле, многие люди имели стихийных птиц с двумя атрибутами, но не могли их усилить после 10 ранга. Такие питомцы становятся просто абузой. Возможность развить питомца двойного атрибута до владыки демонстрировала возможности этого лорда царства. Можно было также сказать, что это, вероятно, был не самый сильный его питомец. Кто это? Муциньи взглянула на генерала Му, пытаясь выяснить, кто был противником бою. Генерал Му нахмурил брови и сказал, «Лисюй, этот ублюдок, он заставил этого парня выйти». Все посмотрели на генерала Му, и по его тону можно было сказать, что с противником бою было нелегко иметь дело. Он член клана Элементалей. Точнее, он не был лордом царства. Лисюй, вероятно, просто хотел, чтобы он был на их стороне и дал ему эту должность, сказал генерал Му. Клан Элементалей? Все переглянулись с недоумением. Они только слышали о секте Элементалей. Секта Элементалей Земли Новой Луны была основана около 100 лет назад. На самом деле, если проследить их историю, она берет начало в клане Элементалей. Их член пришел на земли Новой Луны вместе с королем Му. Они похожи, но клан Элементалей намного больше, чем секта. По силе фракции они только ниже божественной секты и обладали огромной силой на территории их царства. Его зовут Личаннин, очень известный в Облачном царстве дрессировщик стихийных питомцев и по силе похож на правителя царства 4 или 5 ранга. Лисюй отправил его вместо правителя царства 3 ранга. Это действительно грязно. Слова генерала Му заставили сердца всех присутствующих упасть. Они всегда думали, что противник пошлет правителей царств соответствующих рангов. Таким образом, кроме мастера царства 6 или 7 ранга, никто из остальных не представлял для него угрозы. Тем не менее, Лисюй действительно был бесчестным, делая случайных людей лордами царств. Таким образом, это было равносильно прямому вызову семи самым могущественным людям Облачного царства. Все доверяли силе Чуму, Баю и Любинлань, но когда они поняли, что находятся против сильнейшей семерки Облачного царства, они начали бояться. Мудзуоли взглянул на Лисюй. В это время тот тоже поглядывал на них со злой улыбкой, словно насмехаясь над тем, что скоро произойдет. Мудзуоли хмыкнул. Лисюй, ты действительно делаешь все, что нужно. Столкнувшись с царством 3 ранга, у тебя хватило наглости сделать Личаннина лордом царства 3 ранга. Личаннин совершил несколько ошибок и поэтому заслуживает такого наказания. Лисюй не испытывал ни малейшего стыда. Почти все зрители знали Личаннина как известного эксперта клана элементалей. Первоначально, основываясь на стандартном ранге лордов царств, Лисюй уже имел высокие шансы на победу. Тем не менее, он пошел дальше и внес эти изменения, чтобы сделать могущественных людей правителями царств каждого ранга. Это означало, что все семь участников были выбраны лично Лисюй. И как теперь земле новой луны не проиграть? А что за эксперты есть в этом царстве 3 ранга? Может быть, они даже не пройдут Личаннина. Если земля новой луны не окажет достойного сопротивления, то для меня было действительно пустой тратой времени забраться так далеко, сказал посол из царства Скал. Ну, тебе это неизвестно. Сила полудьявола также находится за пределами царства 3 ранга. Они покажут хороший бой. Просто смотри, сказала роскошная женщина из царства весны. Все эти люди высокого статуса находились на широком утесе небесной горы, сопровождаемой группой подчиненных, которые казались очень внушительными. В горах высотой в тысячу метров Байюй продолжал парить в небе, его сияющие серебром глаза пристально смотрели на противника. Личаннин странно улыбнулся, по-видимому, скрывая крайне глубокую обиду. Он произнес заклинание, чтобы сначала вызвать четырехцветного фарфорового духа. Четырехцветный фарфоровый дух имел четыре атрибута, но обычно питомцы этого вида имели один основной и три вспомогательных атрибута. Когда дрессировщик тренирует такого, он, конечно же, сосредотачивается на том типе, в котором у него наибольший талант. Четырехцветный фарфоровый дух Личаннина был полностью однотипным. Судя по отметинам на его теле, можно было сказать, что остальные три полностью отброшены и были почти бесполезны. Этот питомец был похож на кристаллического человека. Его глаза холодно смотрели на Байюй. Огненный тип, верно? Ты чувствуешь отчаяние, когда видишь моего ледяного фарфорового духа. Личаннин рассмеялся. Он просто злобно смеялся, потому что члены клана элементалей были лучшими в подборе доминирующего атрибута. Это дьявольское пламя полу-дьявола определенно будет подавлено его питомцем ледяного типа. Байюй все еще стоял молча, но на этот раз его дьявольские зрачки медленно разгорались серебряным пламенем. Пламя исходило от его боевого намерения. Оно медленно окутало Байюй с ног до головы. Танцующее серебряное пламя расширилось наружу, заставляя его выкованное из серебра тело казаться еще более дьявольским. Когда пламя ожило, сто тысяч зрителей закричали от удивления. Многие из них впервые видели, как человек превращается в вид полу-дьяволов. Трудно было представить, как человеческая душа может соединиться с душой питомца, чтобы создать такое мощное существо. Холодные глаза лу-юйцы неподвижно смотрели на Байюй. Полу-дьяволы, как правило, появились из-за злых питомцев. В этом мире было всего несколько видов таких питомцев, так что шансы на то, что они сольются с людьми, были еще ниже. К счастью, этот дьявол контролировался человеком, иначе лу-юйцы неопределенно не позволило бы существовать подобному. Лед. Байюй в беде, сказала Лю Бенлань. В бою хуже всего было наткнуться на доминирующий атрибут. Ты можешь быть сильнее, но все равно будешь подавлен и не сможешь сражаться во всю силу. Ситуация была не очень хорошей, потому что был явный недостаток атрибута. Температура всей небесной горы внезапно упала из-за ледяного фарфорового духа. Сухой ветер резал его, как кинжалы, причиняя боль всему телу. Вся эта небесная гора уже была ледяным местом. В такой обстановке ледяной фарфоровый дух мог действовать еще лучше. Поскольку все эти факторы работали против Байюй, все ожидания от него сокрушительного поражения. Ледяная аура ударила его. Это была вся аура ледяного фарфорового духа. Сила ранга владыка среднего класса надвинулась, как снежная буря, погасив часть пламени Байюй. Фарфоровый дух медленно раскрылся и обнял себя. Его плавающее тело было наполовину согнуто, а нога прижата коленом в груди. Ледяная буря начала собираться вокруг с нескольких снежных гор. От небольшого вихря до огромной ледяной бури, коснувшейся голубого неба. Это массивное создание покрывало широкие ледяные горы и небо. Оглядевшись, нельзя было найти ни одного нетронутого места. Весь снег начал бушевать, создавая в этом мире ледяной ад. По сравнению с этим великолепным ледяным адом полудьявол Байюй был похож на маленький огонек свечи, казавшийся бесконечно маленьким. Каково тебе во льдах, уродский огненный дьявол? Сквозь снег донесся пронзительный смех личенина. Знаешь ли ты, что когда я услышал, что мой брат был сожжен дотла дьявольским пламенем в мире Гуантун, я поклялся, что позволю этому уроду испытать самую жестокую ледяную пытку, а затем разбить его на кусочки? Снова раздался голос личенина, явно пропитанный глубочайшим гневом и жаждой мести. Дьявольское пламя Байюй в настоящее время было ограничено и почти погасло. Его тело медленно замерзало, когда лед покрывал его тело. Однако он, похоже, не очень волновался. Бури ревели у него в ушах. Это ощущение льда на теле заставило его пылающие глаза остекленеть от легкого разочарования. Шумный лед был ничто по сравнению с почти 20 годами безжалостного ледяного плена. Никто не знал, что на ледяной вершине в спящем мире Байюй был не один. С ним была женщина, чья душа была поглощена предком кошмаром. За годы пронизывающего холода он больше ничего не чувствовал, каким бы холодным ни был лед. Много раз, когда он действительно был в отчаянии, ему даже хотелось вернуться в спящий мир и уснуть там навечно. По крайней мере, это была какая-то извращенная форма пытки, быть вместе до конца света. Знакомый лед кружил вокруг Байюй. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что лед уже покрыл большую часть его тела. Байюй не боялся льда. Его глаза смотрели сквозь мутный снег, на девушку позади Муциньи. Никто не может забрать ее душу. Даже если придет сам мрачный жнец, он этого не допустит. Дьявольское пламя снова вспыхнуло в глазах Байюй, медленно распространяясь от его сердца к замерзшему телу. Люди Облачного Царства и Божественной Секты не знали, что Байюй стал дьяволом в первую очередь из-за того, что ему пришлось лично смотреть, как перед ним забирают душу дорогого ему человека. Сегодня они собирались забрать еще одну душу. Уже будучи дьяволом, Байюй мог только использовать свой гнев и пламя, чтобы сказать им это. Никто не заберет ее душу, даже мрачный жнец. Глава 1330. Битва полудьявола Байюй против лорда Городовынь. После пробуждения из вечного льда, можно ли вообще обращать внимание на такой холод? Серебряное дьявольское пламя на теле Байюй становилось все более показным, когда лед, покрывавший его, начал таять. Прозвучало заклинание, а затем пространство вокруг Байюй внезапно начало странно трансформироваться, как будто его разрезали на части бесчисленные клинки. Под призрачными лезвиями таинственным образом исчезли с лаэльда и морозного ветра. Единственное, что можно было увидеть, это какая-то сила, оставившая глубокий пространственный след на тысячи метров вокруг Байюй. Безмолвная сила поддерживала этот диапазон и, несмотря на ревущий и неистовый снег, смогла создать пространственные клинки. Внезапно он протянул руку, горящую серебряным дьявольским пламенем, и с силой указал вперед. В одно мгновение бесформенные клинки, способные расщеплять даже элементарную энергию, пронзили бесконечную метель, рубя ледяной фарфоровый дух. Личанин не ожидал, что Байюй, который выдержал атаку ледяного снега, сразу сможет начать такую внушительную контратаку. Он не успел среагировать вовремя и мог только наблюдать, как воздушные клинки рубят его питомца. И даже ударив, клинки были безмолвны. Каждая из лезвий разрезала ледяную кожу фарфорового духа и вонзилась в его внутренние ледяные кристаллы в ореоле разлетающихся на кусочки льдинок. Печать из льда и снега выглядела великолепно и внушительно, но была сломана с помощью одной техники. Более того, ледяной фарфоровый дух оказался оставлен в состоянии худшим, чем быть разбитым и растерзанным. Личанин посмотрел на своего питомца, который был измельчен до неузнаваемости, и был ошеломлен. Атрибут этого полудьявола явно был подавлен. Почему он все еще способен демонстрировать такую ужасающую силу? Неужели лед ему не страшен? Четырехцветный фарфоровый дух Личанина был ниже по рангу, чем Байюй, но, полагаясь на преимущество местности Небесной горы и подавление атрибута, его шансы на победу были чрезвычайно высоки, пока он был осторожен. Как все могло так обернуться? Трудно было сказать, был ли четырехцветный фарфоровый дух живым или мертвым. Таким образом, в панике Личанин отозвал уничтоженного четырехцветного фарфорового духа обратно в свое пространство. Однако в тот момент, когда он закончил, мужчина внезапно почувствовал, как на него навалился ужасающий холод. Этот холод не был пронизывающим до костей холодом льда и снега Небесной горы. Вместо этого он прямо вошел в его тело и заморозил душу. Личанин с трудом обернулся и внезапно обнаружил позади себя ужасающего дьявола. Молниеносно огненный хвост стихийной птицы неожиданно был прочно схвачен этим существом. Баю и крепче сжал хвост птицы, несущий Личанина, и взмахнул ею, как хлыстом. Подкинув ее тело, словно безвольную куклу, он с сердитым ревом бросил птицу и Личанина вверх, к высокому горному хребту. Стихийная птица издала жалкий крик. Лучом холодного света она пронзила воздух над сотнями тысяч людей, прежде чем врезаться в огромный горный хребет. Громкий звук пробудил зрителей от оцепенения. Этот бой был не таким напряженным, как все себе представляли. На самом деле, борьба, которую некоторые люди из-за пределов царств хотели увидеть, не произошла. Вместо этого они стали свидетелями атаки полудьявола, которая заняла не слишком много времени. Два хода. Всего два хода, и эксперт элементалей Личанин, чье имя было известно по всему облачному царству, был побежден. Если бы они не могли видеть Личанина, который упал в обморок в огромной ледяной пещере в нескольких сотнях метров над их головой, кто бы поверил, что могучий член клана элементалей проиграет так жалко. Такая сила заставила зрителей яхнуть от изумления. Совсем недавно было бесчисленное множество людей, скептически относившихся к этому бою с подавлением атрибутом. Однако прямо сейчас их сердца были в смятении. Когда они смотрели на этого дикого и злого дьявола, одиноко стоящего над ледяным горным хребтом, сомнения, которые были у них в сердце, исчезли. Следующий холодно произнес Бай Юй, прежде чем кто-либо успел оправиться от шока. Любой мог сказать это слово, но немногие могли так смело и бесстрастно произнести его в борьбе против сильнейших правителей облачного царства. Властная натура Бай Юй не могла не заставить зрителей из земель новой луны радостно закричать. Независимо от того, какие ужасные разрушения вызвал полудьявол Бай Юй или сколько людей он откинул в пучины страха, прямо сейчас все жители земли новой луны гордились им. Когда они смотрели на этих так называемых высокопоставленных людей и иностранных экспертов, у них, казалось, было больше удовольствия. Кто посмеет снова назвать их новую луну пустынным царством третьего ранга? Кто осмелится назвать их группой людей низкого ранга? Разве эти люди не были только что побеждены нашим экспертом в два удара? Когда люди из земли новой луны радостно закричали, лица рода Лисю и многочисленных лордов царств рядом с ним побледнели. Проигрыш в одном или двух боях был незначительным. Однако проигрывать так жалко, это совсем другое. Действительно, в настоящее время на Небесной горе было много великих фигур, которые пришли из-за пределов их царства. Если бы им пришлось потратить столько усилий, чтобы справиться с царством третьего ранга, которое хотело стать независимым, как бы они смогли поднять голову на будущем съезде правителей царств? Я говорил это раньше. Он крайне силен. Более того, судя по силе, которую он только что продемонстрировал, он даже сильнее, чем был в городе Вань. Личанин, похоже, мозги себе отморозил. Если бы он не недооценил своего противника, то, возможно, смог бы заставить его немного истощить свои силы. Холодно усмехнулся пограничный командующий Учжень. Лорды царства вокруг него все еще беспокоились о безопасности Личанина, но Учжень даже не взглянул в его сторону. Этот безмозглый подчиненный, вероятно, мог быть воспитан только Лисюй. Правитель царства четвертого ранга, иди и сражайся. В этот момент отчетливо раздался голос Лу Юй Цинь. В нем не было и тени эмоций. Лисюй взглянул на мужчину средних лет, стоявшего рядом с ним, и взглядом показал, что он должен идти сражаться. Кожа этого человека средних лет была несколько темной, а в уголках глаз залегли морщинки. Он, вероятно, был одним из тех дрессировщиков, которые были очень старыми, но были в состоянии поддерживать внешний вид среднего возраста. Это означало, что он был экспертом ранга духовной владыка и имел продолжительность жизни несколько большую, чем обычные люди. У этого смуглого мужчины средних лет были седые волосы, и он полетел прямо на поле боя. Лично став свидетелем боя, он не испытывал страха. Вместо этого в его мертвенно-неподвижных глазах появился след гнева. Почему это он? Когда этот человек вышел на бой, зрители из Облачного Царства немедленно закричали в недоумении и шоке. Разве это не? Разве это не правитель Вечного Города? Зритель из города Вэнь сразу же узнал этого мужчину средних лет. Этот человек, Юн Гуан, как как он стал правителем Царства Четвертого Ранга. Даже если Лисю из Облачного Царства хочет запугать Маленькое Царство, ему не нужно было заходить настолько далеко. Да, это слишком бесстыдно. Возмущенно произнесла пожилая женщина-правитель из Царства Весны. Среди зрителей тщеславная молодая леди, с которой Ля Юй пришел сюда, почувствовала, что имя Юн Гуан ей знакомо. Однако она не могла вспомнить, кто он. Поэтому она спросила Ля Юй. Ля Юй обычно был вежлив с ней, но когда он увидел, что Юн Гуан стал правителем Царства Четвертого Ранга и был выбран сражаться, его сердце было поражено эмоциями, и он сердито сказал, как Юн Гуан может быть правителем Четвертого Ранга. Он явно правитель Царства Шестого Ранга. Он лорд Города Вэнь. Как только Ля Юй заговорил, молодые люди вокруг него внезапно пришли к пониманию. Лорд Города Вэнь. Или, другими словами, правитель Царства Шестого Ранга. Юн Гуан был одним из самых высокорнаговых людей в Облачном Царстве, но собирался сражаться как правитель Четвертого Ранга. Как-как это случилось? Эй, Ли Гуансин, что случилось с твоей семьей ли? Он явно лорд Царства Шестого Ранга, но действует как лорд Царства Четвертого Ранга, чтобы сражаться. Это слишком подло. Возмущенно сказал Ля Юй. С чего бы это подло? Тут же с несчастным видом воскликнул молодой человек по имени Ли Гуансин. Он крикнул. Огромное количество экспертов Ранга Владыка Города Вэнь погибло в битве за души дьявола в загадочном мире Гуантун. Затем, в деле Города Вэнь, погибло множество других экспертов. Юн Гуан был уволен, и его понизили до лорда Четвертого Ранга. Это вполне нормально. Почему это подло? Когда Ли Гуансин объяснил это, Ли Сюй тоже слегка улыбнулся и объяснил ситуацию, как Юн Гуан стал лордом Четвертого Ранга. Лу Юй Цинь посмотрела на спокойную улыбку на лице Ли Сюй, а затем на мужчину средних лет, Юн Гуана, с силой лорда Шестого Ранга. Легкая рябь пробежала по ее сердцу. На методы Ли Сюй Лу Юй Цинь в какой-то степени смотрела свысока. Он не оставлял противнику никакой свободы действий. От имени Царства Четвертого Ранга он отправил Юн Гуана. Для экспертов Третьего Ранга это ничем не отличалось от кошмара. Правитель Царства Ли, неужели могучее Облачное Царство не сможет одержать победу? Если ему придется честно сражаться против Царства Третьего Ранга, почему вы должны использовать такие методы? Я уверен, что многие граждане Облачного Царства стыдятся ваших действий. Ты заставляешь людей из Облачного Царства и меня чувствовать стыд. Генерал Му наконец не выдержал и холодно фыркнул. Генерал Му, не забывайте, что вы великий генерал, защищающий наше Царство. Пожалуйста, напомните мне о вашей точке зрения. Бесстыдно сказал Лисюй. Бесстыдство и презрение Лисюй действительно заставляли многочисленных зрителей Облачного Царства чувствовать себя пристыженными и смущенными. Что же касается людей из других великих царств, то они просто высказали недовольство, особенно женщина из Царства Весны. Ее нежный и тонкий голос был полон презрения и насмешки. Бай Юй, стоявший над горным хребтом, слышал эти слова от зрителей. Его бледно-белые и пустые глаза смотрели на Юнгуана. Он в основном понимал, почему этот мужчина средних лет питал к нему некоторую злость. Конечно, Юнгуан был зол. Именно из-за этого полудьявола его понизили до лорда четвертого ранга. Лисюй согласился, что если ему удастся победить сопляка по имени Чуму, то он будет восстановлен в качестве правителя Царства Вэнь. Юнгуан не испытывал такой ненависти к Чуму. Его истинная ненависть была направлена на этого жестокого полудьявола, из-за которого сила его города Вэнь сильно упала. Сегодня он должен был отомстить и стереть свою обиду. Глава 1331. Битва полудьявола Баю против лорда города Вэнь. Часть 2. Юнгуан произнес заклинание. Его кудрявые волосы стали беспорядочно метаться, хотя ветра не было, а из глаз вырвались две пурпурные молнии, переплетающиеся в воздухе. Пока Юнгуан пел, молнии собирались вместе, быстро создавая пурпурный узор. Вспышка ослепительного света, и среди пурпурных молний появилось высокое и крепкое существо. Молнии метались во все стороны, ударяя даже в снежно-белые горы, взрываясь и наполняя воздух густым запахом гари. С неба тоже ударила молния. Высокое существо, вызванное из узора, вытянуло могучую руку и схватило эту молнию, будто обычный меч. Молния должна была быть быстрой и смертельной, но когда рука существа схватила ее, она даже не сопротивлялась. Она оставалась неподвижной, а небольшие искры, оставшиеся в воздухе, притянулись к ней, собираясь в молниеносную алебарду. Пурпурные извивающиеся змеи молний подчеркивали его тело. Это было злобное и ужасающее человекоподобное существо с ногами быка. Он обладал мощной силой молнии. Длинная алебарда в его руки ввергала в ужас. Мгновенно огромное количество густых грозовых облаков накрыло 10 тысяч километров неба вокруг них. Страшные молнии раскалывали снег на горах вдалеке, мгновенно взрываясь и разбивая в дребезги белый снег и многолетние скалы. Молнии были похожи на диких драконов, которые кружили вокруг полудьявола Байюя. Каждый молниеносный дракон был наполнен разрушительной силой молнии. Даже если бы его хвост слегка коснулся высокой вершины горы, вся горная вершина разлетелась бы в дребезги. Тело Байюя становилось то полупрозрачным, то полностью материальным. Если он не сможет увернуться от драконов, он использует пространственную силу, чтобы уничтожить их. Молния не только обладала невероятно мощной разрушительной энергией, но и могла парализовать врага. Если бы в него ударила молния, кости человека сгорели бы от нее и было бы невозможно использовать техники. Хотя мощная разрушительная молния не могла поразить его, когда он плыл между разрядами, исходящими от драконов, они заставляли движение его тела становиться все медленнее и медленнее. Когда молния парализовала все его тело, Байюй не смог продолжать уклоняться. Однако в это же самое время лорд Городовынь Юнгуан произнес заклинание, призывая своего второго духовного питомца. Сила дьявольского быка сковывающих молний определенно достигла ранга среднего владыки, а это означало, что он был трудным противником. Теперь, когда Юнгуан вызвал еще одного питомца, он, очевидно, не хотел давать Байюю и секунды передышки. Второй духовный питомец Юнгуана тоже был средним владыкой. Вероятно, это был базовый уровень силы, которым должен был обладать лорд шестого ранга. Вторым духовным питомцем был Зверь Бездны. Чувствовалась тираническая аура, исходившая от его тела. Это был Зверь Бездны вида Император, который был на уровне Ледва сильнее обычного среднего владыки. Когда Зверь Бездны мчался по воздуху, даже небо, казалось, дрожало с каждым его шагом. Тело Байюя было парализовано молнией. Зверь Бездны будто превратился в метеор чистой силы, когда он бросился вперед и врезался в Байюя. Байюю некуда было деваться. Его серебристо-белое тело, как выпущенная стрела, полетело прямо в горный хребет. Он заставил рухнуть целые горы, когда врезался в них. Громкие грохочущие звуки продолжали раздаваться, пока он не оказался погребен под обломками где-то далеко. Питомцы с атрибутом Зверя обладали чрезвычайно ужасающей силой. Многие эксперты только что стали свидетелями этого. Огромная горная цепь более 100 километров обрушилась от одного удара. Люди хотели знать, сможет ли полудьявол, после того как был поражен атаками двух средних владык, хотя бы встать. Юнгуан спокойно стоял между двумя своими духовными питомцами. В его глазах по-прежнему горел гнев. Он знал, что полудьявола так просто не одолеть. Он даже не колебался, приказывая его питомцам начать следующую атаку. Огромная алебарда молний повелевала молниями, наполнявшими небо. Это было похоже на знамя монарха, командующего многотысячной армией, приказывающего им собраться там, где он стоял. Длинные полосы молний тянулись по небу на бесчисленные километры. Они извивались, как змеи, и их концы сходились над длинной алебардой молнией. Когда дьявольский бык сковывающих молний издал дикий рев, все цепи молний вырвались из его оружия. Они превратились в слои молниеносных волн, которые хлынули вдоль облаков к горному хребту. Плотно прижатые друг к другу, молнии ударили в горы, разметав и уничтожив тонны льда и снега. В разрушенных горах только успело вспыхнуть серебряное дьявольское пламя, но через мгновение его снова подавила ужасающая пурпурная молния. Молния появилась с небес и ударила в землю, атакуя со всех сторон света. Каждая вспышка молнии едва не сжигала кожу Байюя. Неистовые, разрушительные, дикие молнии были похожи на бесчисленных злобных призраков. Под этой силой серебряное тело Байюя было ничтожно слабым. В любой момент он мог превратиться в облачко черного дыма и исчезнуть из этого мира. Байюй стиснул зубы. Он отказался издать крик боли. Он медленно разжал одну руку, где была активирована пещера ветра. Он начал засасывать молнии в другое пространство. Молнии поглощались техникой, но их было слишком много, и некоторые все равно попадали в его тело. Дьявольское пламя, покрывавшее его тело, горело с большим трудом. Все знали, что удары молнии переносить было очень трудно. Даже просто наблюдая за боем, свидетели невольно дергались. Трудно было представить, что этот полудьявол сможет пережить эту разрушительную силу, не говоря уже о том, чтобы стиснуть зубы и упорствовать. Вдалеке, когда призрачная Цзиньжоу наблюдала за этой сценой, на ее глазах выступили слезы. Она знала, что для того, чтобы стать полудьяволом, тело должно страдать гораздо больше, чем у обычного дрессировщика духовных питомцев. Но наблюдать за тем, как Бай Юй страдает от атак двух ужасающих средних владык, было так невыносимо, что она не могла смотреть. Она хотела заставить Лу Юценя прекратить драку прямо сейчас. Однако как раз в тот момент, когда она собиралась лететь к Лу Юценю, знакомая фигура внезапно протянула руку, чтобы остановить ее. К принцессе Цзиньжоу нельзя было прикоснуться, но чья-то рука остановила ее. Эта рука лишь слегка коснулась ее руки, но она была наполнена непреодолимой силой. Принцесса Цзиньжоу обернулась. Человек, коснувшийся ее, покачал головой и сказал. Верь в своего отца. Ты должна знать, что если ты снова потеряешь свою душу, муки, которые он будет испытывать, будет еще хуже, чем то, что он испытывает сейчас. Принцесса уставилась на этого человека и пробормотала. Чуму. Глава 1332. Битва полудьявола Бай Ю против лорда Города Вэнь. Часть 3. Чуму оттеснил призрачную Цзиньжоу назад. В это время Еваншин, Любинлань, Принчаа, Муценье, старейшины и другие увидели Чуму и улыбнулись. Все хотели поговорить с ним, но его взгляд был устремлен на поле боя с Бай Юй. Все понимали, что сейчас не самое подходящее время. В холмистых горах пурпурная молния все еще била Бай Юй как безумная. Дьявольское пламя Бай Юй почти полностью погасло. Однако Чуму заметил, что даже когда на него постоянно нападали дьявольский бык сковывающий молнией и зверь крови, его правая рука оставалась открытой, поглощая энергию, высвобождаемую в этих техниках. Как раз в тот момент, когда все думали, что Бай Юй потеряет всю свою боевую силу после этой череды атак, дьявольское пламя Бай Юй внезапно погасло. Когда они исчезли, все увидели, что по всей его серебристой коже появились пугающие трещины. Внутри этих трещин мелькали коррозийные темные молнии, вырывающиеся наружу и разлетавшиеся повсюду. Они легко обращали все вокруг в ничто. Бай Юй неуверенно выпрямился. Его седые волосы торчали во все стороны, как будто он был теперь темным, как молния обезумевшим дьяволом. Постоянно открытая правая рука теперь была крепко сжата. Кусочки еще более мощной энергии темной молнии просачивались сквозь пальцы. Возврат. Бай Юй протянул руку и повернул ладонь к лорду города Виньюнгуану. Внезапно из его ладони вырвался шторм возврата. Энергия внутри него принадлежала тем атакам молний, которые он перенес. После того, как они смешались с разъедающей тьмой, их разрушительная сила стала еще больше. Молнии прокатились подобно мертвой молнии мертвого сна. Когда они достигли максимума, то неожиданно затихли, погружая мир в безмолвную тишину. В небесных горах все это время было светло и прекрасно видно. Появившиеся грозовые тучи могли покрыть лишь некоторые из этих гор. Однако, когда Бай Юй вернул молнии, мир изменился. Темные громовые драконы пролетели мимо, погрузив мир в мертвую тишину. В темноте можно было видеть только мелькающие массивные змеи молний. Время от времени энергия касалась вершин, и массивные горы содрогались. Юнгуан никогда не ожидал, что под непрерывными атаками этот дьявол сможет поглотить всю энергию и сразу вернуть ее. Этого было достаточно, чтобы создать для него смертельную опасность. С бледным лицом Юнгуан приказал своим питомцам встать перед ним, создав щит. Однако молнии обладали мощными проникающими возможностями. Хотя два владыки среднего класса были очень сильны, они не могли полностью остановить их. Если сравнить возврат Бай Юй с постоянным натиском Рики, то энергия, которую он теперь возвращал Юнгуану, была подобно переполненной плотине, которая наконец прорвалась и выпустила сразу огромную волну. Духовные питомцы Юнгуана были сильны, но они не могли остановить разрушение, порожденные этой техникой разрушения. Молния налетела на них. Первым упал зверь Юнгуана, не имевший стихийного сопротивления. Мало того, что молния истерзала его до крови, ее разъедающие свойства оказало влияние на кости, превращая питомца в бесполезный окровавленный кусок мяса. Юнгуан заботился о своих питомцах. Блокируя, он отозвал зверя обратно в пространство и оставил защищаться дьявольского быка. К этому времени сила атаки должна близиться к концу. Юнгуан верил, что его дьявольский бык может блокировать все это. Однако в тот момент, когда Юнгуан убрал своего питомца, этот темный дьявол пронесся по небу навстречу им. Правая рука Бай Юй уже полностью сгнила. А целая превратилась в злобный дьявольский коготь, который словно пять сильнейших кос разорвал дьявольского быка, пока тот все еще был парализован. Прошло пять невероятно глубоких следов когтей. Молниевая алебарда дьявольского быка превратилась в бесчисленные куски, а мясо оказалось разрублено до костей. Вернувшаяся темная молния успела ослабить его защиту. С этой атакой многие владыки среднего класса ничего не смогли бы сделать, теряя кровь из-за Бай Юй. После того, как коготь Бай Юй вошел внутрь, он схватился за грудные кости дьявольского быка и начал сильно тянуть. Окровавленная грудная кость была вырвана. Бай Юй, весь забрызганный кровью, схватил ее когтями и отбросил, не обращая внимания. Эта кровавая сцена заставила бесчисленное множество людей сделать глубокий вдох. Такую жестокую битву трудно было найти, особенно когда одним из ее участников был преснопамятный полудьявол. Юн Чон тоже был потрясен этой страшной сценой. Он пристально посмотрел в глаза Бай Юй и заметил, что единственное, что было в них, это необузданная жестокость и жажда крови. Если бы Юн Гуан с силой приказал своему дьявольскому быку напасть на него или объединиться против него, он верил, что сможет убить этого дьявольского человека. Однако он знал, что его собственные питомцы тоже не будут лучше. Нападение Бай Юй, почти лишившее его жизни, заставило Юн Гуана дрогнуть. Хотя у него была бесконечная ненависть, никакая ненависть не могла убедить его потерять своего питомца владыку среднего класса. Это навсегда сделает его лордом царства 4 ранга. Колебание Юн Гуана дало возможность дьяволу Бай Юй получить еще больше силы, чтобы пронестись через всех духовных питомцев. Юн Гуан мог только призывать других владык низкого класса, чтобы защитить дьявольского быка и отступать. Наконец Юн Гуан вернулся к Лу Юй Цинь. Лу Юй Цинь, естественно, видела, что Юн Гуан уже находится в смертельной опасности. Как раз в тот момент, когда Бай Юй собирался прорваться сквозь пространство, чтобы разорвать Юн Гуана на куски, Лу Юй Цинь вылетела на своем драконе-фениксе между ними, чтобы разделить их. Увидев, что Лу Юй Цинь вмешалась, Юн Гуан облегченно вздохнул и быстро поблагодарил ее, покрывшись холодным потом. Затем он стремительно вернулся к своей фракции. Обезумевший дьявол Бай Юй был пойман в ловушку туманной диаграммы Лу Юй Цинь на некоторое время. Поскольку Юн Гуан уже бежал, его жестокость постепенно уменьшалась. Однако его глаза оставались полны боевого намерения и высокомерия. Начиная с того момента, как Юн Гуан был атакован вернувшейся молнией и заканчивая спешным отступлением, вторая техника перемещения Бай Юй заставила битву длиться очень короткое время. Однако в этот короткий миг Бай Юй снова показал миру свою жестокость и кровожадность, как истинный дьявол. После этой битвы никто ни в облачном царстве, ни в соседних регионах больше не посмеет беспокоить его. Мусор. Ли Сюй посмотрел на лорда городов и не взревел от гнева. В его планах было с помощью Юн Гуана закончить эту битву. Однако два его эксперта уже проиграли одному и тому же человеку. Это был позор для облачного царства седьмого ранга. Ли Сюй уже решил, что Юн Гуан точно станет лордом царства четвертого ранга. На самом деле, одна ошибка, и Юн Гуан будет вынужден управлять рабами в новой луне. Победа Бай Юй снова заставила всех зрителей новой луны закричать от радости. Возможность изменить ситуацию под таким интенсивным натиском и победить, не давая врагу передышки, была впечатляющей. Начало битвы заставило всех почувствовать опасность. Только теперь, со вздохом облегчения и сердцами, все еще бьющимися как сумасшедшие, они радовались за Бай Юй, действительно, самого сильного полудьявола в истории земли новой луны. У тебя действительно есть кое-какие хитрости в рукаве. Старик облачных врат сидел в стороне, его морщинистые глаза всегда были полузакрыты. Он выразил некоторую признательность за возросшую силу Бай Юй. Способный победить двух экспертов облачного царства, этот полудьявол действительно был удивителен. В будущем он определенно поднимется на более высокие ступени. Последовательные победы Бай Юй накалили атмосферу. Даже ледники потеряли ледяную остроту своих граней. В это время облачное царство послало третьего лорда царства, чего никто из них не ожидал, так это того, что третьим экспертом был дружелюбный, добродушный и, казалось бы, доброжелательный глава лорд города Ван Лит Зижань. На его лице было мягкое выражение, как будто собирался обсуждать дела, а не сражаться. Однако Чум узнал, что этот человек на самом деле очень коварен. В противном случае их личность не была бы раскрыта Лисюй. Позволь мне, Лю Бин Лань сердито посмотрела на Бай Юй, давая ему знак поменяться с ней местами. Раны Бай Юй были очень тяжелыми и привели к тому, что он потерял всю свою боевую силу. Победа в двух сражениях уже давила на него. Этот старик – лорд царства шестого ранга. Если Лисюй поставил его после Юн Гуана, это означает, что Лит Зижань сильнее его, сказал матери Чуму. Да, я буду осторожна. Лю Бин Лань кивнула, не отводя взгляда. Действия Лю Бин Лань вызвали большое удивление у Чуму. Он уже говорил ей раньше, что у Лит Зижань было по крайней мере два владыки среднего класса, но ее лицо ни в малейшей степени не изменилось. Стала ли она сильнее? Лю Бин Лань, казалось, заметила замешательство в глазах Чуму и улыбнулась. Я не могу позволить вам, дети, всегда брать на себя эту нашу. Ваша мать тоже здесь. Лю Бин Лань уже договорилась о замене на поле боя. Однако Бай Юй, казалось, не хотел уходить. Он пытается продолжить битву? Удивленно спросила Лю Бин Лань. Чуму посмотрел на Бай Юй и обнаружил, что пламя снова ярко горит, а его тело странно окрашено. Поднимающееся пламя на теле Бай Юй говорила всем, что он готов сразиться с третьим претендентом. Глава 1333. Предотвращение похищения. Выражение лица Лисюй было невеселым. Этот человек-дьявол не только победил двух его главных генералов, он даже хотел сразиться с третьим. Это было оскорблением облачного царства. А дядя Бай Юй действительно может это сделать? Принт Ча смотрел с глубокой тревогой. Чуму также чувствовал, что Бай Юй трудно продолжать. Однако, раз уж он так решил, он решил поверить решению Бай Юй. Лид Зижань с теплой улыбкой поглаживал бороду. Он медленно произнес заклинание. Он вел себя так, словно собирался начать ни битву не на жизнь, а на смерть, а вступал в престижный поединок духовных питомцев. Лид Зижань вызвал владыку среднего класса, который был примерно такой же силы, как дьявольский бык с кованой молнией. С его точки зрения, одного питомца было достаточно, чтобы победить Бай Юй. Он больше никого не призывал. Однако в этот момент Бай Юй начал произносить заклинание. Единственным питомцем Бай Юй был единорог ледяного глаза. Когда он сражался с Лин Ченом в городе Вань Син, его питомец уже имел ранг владыки низкого класса. Значит, его питомец мог стать только сильнее. Пронзительный холод покрыл всю ледяную гору, заставив всех вздрогнуть. Он ясно говорил, что принадлежит ледяному владыке среднего класса. Лид Зижань был ошеломлен. Он не понимал, что у этого дьявольского человека был духовный питомец ранга владыка среднего класса. Учитывая, что Бай Юй тоже обладал очень высокой боевой мощью, Лид Зижаню пришлось произнести заклинание, чтобы вызвать второго питомца. Этот человек был куда могущественнее, чем Юн Гуан, что было очевидно из порядка, в котором они были посланы в бой. Слова мужу Аныня также подтвердили это. Город Ван был царством пятого ранга. Глава города Лид Зижань изначально был лордом царства шесть ранга, но этот человек любил город Ван и попросил переехать, чтобы стать главой города царства Ван. Третьим должен был сразиться лорд царства пять ранга. Лид Зижань занимал подходящую должность, но был даже более могущественным, чем лорд-правитель царства шесть ранга Юн Гуан. Чуму ожидал по крайней мере двух владыка среднего класса. Действительно, Лид Зижань вызвал второго владыку среднего класса. Единорог Ледяного Глаза издал ледяной рев и шагнул сквозь метель к питомцам врага. Лид Зижань знал, что у Баюи больше нет большой силы, и вызвал другого питомца, чтобы напасть на него. Дьявольское пламя Баюи почти сливалось со льдом Единорога Ледяного Глаза. Питомец также не был сосредоточен только на атаке. Он часто отступал рядом с Баюи и соединял лед с огнем, чтобы блокировать атаки Лид Зижаня. Баюи и Единорог Ледяного Глаза прекрасно работали вместе. Несколько раз Лид Зижань имел шанс победить, но всегда ему мешала их хорошо скоординированная оборона. В этой битве Баюи почти не сопротивлялся. Он знал, что тяжело ранен и на самом деле не сможет победить Лид Зижань. Ему нужно было только растратить энергию противника и его питомцев. Таким образом, это могло бы облегчить давление на чуму Илюбинлань. Эта битва была намного длиннее, чем предыдущая. Лид Зижань был не из тех, кто нападает агрессивно, а Баюи только защищался, не нападая, пока не представится прекрасная возможность. Пока они ходили вокруг да около, даже у Лисюи закончилось терпение, и он приказал Лид Зижаню закончить битву быстрее. Будучи раненым, Баюи, естественно, не мог продолжать. Как только Лид Зижаню начал массированную атаку, Баюи приказал Единорогу остановить последнюю атаку и решительно использовал призрачное смещение, чтобы перетащить его усталое тело на главную гору. Лид Зижань видел, как полудьявол ушел так чисто и решительно, что даже на его нежном лице отразился гнев. Очевидно, Баюи достиг своей цели – потратить его энергию впустую. Баюи и Единорог ушли на глазах у всех. Серебряное пламя на Баюи медленно исчезло, и он снова стал человеком. Он посмотрел на Чуму и Любин Лани сказал, «Я все остальное на вас». Баюи сказал это очень искренне. Чуму понял его решимость и серьезно кивнул. Призрачная Цзиньжоу подплыла к Баюи. Видя, что ее отец устал до неузнаваемости и полон ран, глаза Бай Цзиньжоу наполнились слезами. Она подсознательно протянул руку, чтобы попытаться подержать его за руку. Однако ее руки прошли сквозь руку Баюи, ничего не касаясь. Призрачная Цзиньжоу расстроилась еще сильнее. Ее отец сражался за нее и был полон ран, но она не могла сделать даже что-то такое простое, как поддержать его руку. Девушка тихо разрыдалась. «Не беспокойся, я буду в порядке, если немного отдохну». Баюи улыбнулся и утешил ее. Е Цзиньцзы уже приготовила кучу лекарств. Она привыкла лечить раны Чуму, так что уже было очень искусно в лечении полу дьяволов. Благодаря ей не будет никаких серьезных проблем. Баюи пошел в палатку отдохнуть. Е Цзиньцзы и принт Чаа помогли ему. Прежде всего девушка велела Баюи расслабиться. «Не волнуйся, Чуму не позволит им забрать Цзиньжоу». Цзиньцзы поняла, о чем беспокоится Баюи и принялась успокаивать его. Баюи действительно устал. Он знал, что, как только закроет глаза, потеряет сознание. Однако, понимая, насколько важна эта битва для души его дочери, он не мог полностью расслабиться. Е Цзиньцзы оставалось лишь использовать некоторые гипнотизирующие техники, чтобы медленно успокоить разум Баюи. По крайней мере, когда его сознание отдохнет, это поможет телу лучше восстановиться. После того, как Баюи заснул, Е Цзиньцзы взглянула на Юша, который была в золотой маске, и сказала, «Ты можешь использовать на нем заклинание восстановления». Баюи был совершенно измотан. Хотя это заклинание восстановления не очень поможет ранам, оно может улучшить состояние его тела и стимулировать регенерацию. Юша произнесла заклинание, направив заклинание восстановления, и молча отошла в сторону. Е Цзиньцзы очень быстро обработала рану. Очень быстро все раны Баюи затянулись. Оставалось только ждать, пока разум мужчины придет в себя. Закончив это, Е Цзиньцзы взглянула на молчаливую Юша и спросила, «Почему ты молчишь?» Е Цзиньцзы нуждалась в королеве добра и зла Юша, чтобы взрастить много материалов Сюань. Иногда, когда она занималась ремеслом, девушка просила позвать ее ей на помощь. Обычно Юша всегда говорила какие-то высокомерные слова. Даже когда Е Цзиньцзы чувствовала себя неловко из-за этого, она продолжала просить об этом. Однако с тех пор, как Чуму стал духовным владыкой, Юша не произнесла ни слова. Юша взглянула на Е Цзиньцзы и не стала упрямо молчать. «Если я и говорю, то в основном для того, чтобы проклинать его. Тебе нравится это слышать?» Е Цзиньцзы покачала головой. Слова проклятия ее мужа ей не нравилось слышать. Ей просто показалось странным, что Юша изо всех сил старалась не попасть обратно в пространство питомца. Но теперь, когда Чуму позволил ей остаться снаружи, Е Цзиньцзы почувствовала, что ненависть Юша только усилилась. С точки зрения Е Цзиньцзы, у них действительно не было никакой неразрешимой обиды. Не было смысла доводить дело до точки невозврата. И, согласно ее пониманию, духовные контракты заставляли людей и питомцев естественным образом сближаться. Но между ними была такая ненависть, словно исправить это было невозможно. «Что ты хочешь этим сказать?» Юша увидела, что Е Цзиньцзы хочет что-то сказать, и спросила в ответ. «Я просто чувствую, что это не самый лучший выход. Хе-хе, если он бросит тебя в тюрьму дьявольского пламени и будет пытать несколько лет, я обещаю тебе, что твоя жалкая любовь тоже исчезнет, не говоря уже о такой бесчувственной баньши, как я», — с презрением сказала Юша. Она с презрением отнеслась к тому, что сказала Е Цзиньцзы, а также к смехотворной любви между ними. Слова Юша остановили Е Цзиньцзы от попыток убедить ее. Пока они разговаривали, Чуму вернулся в палатку. Он взглянул на Бай Юй, который был в основном в порядке, и сказал, как он. Е Цзиньцзы покачала головой. Раны под контролем, но его разум. Это может заставить его снова стать полным дьяволом. Мы должны сказать ему, чтобы он контролировал свои эмоции. Чуму кивнул. Он и сам видел это. Бай Юй уже почти...